Уважаемые, дорогие мои коллеги здесь, кто помогает нам осуществлять все эти мероприятия, кто вместе со мной, с нами, с командой, как сказать, даже не знаю, с авангардом движется в этом направлении улучшения, усовершенствования наших знаний, усовершенствования преподавания, преподавания того, что мы знаем. А мы очень щедро делимся с нашими выпускниками тем, что знаем сами, тем, что учим вместе с ними. Прежде всего я хочу представить тех, кто сегодня пришел нас поддержать и будет тоже делиться своим багажом знаний, своим опытом, своими достижениями. Но прежде всего, конечно, всем уже нам знакомы, руководитель нашего ассоциации, да, конечно, ассоциации, извините, я немножко волнуюсь, как и все мы, потому что, ну, потому что сразу столько заинтересованных лиц, коллег, видеть очень приятно, но все равно волнительно немножко. Наталья Викторовна, которая с нами всегда представитель ассоциации переводчиков, сотрудничаем уже очень, ну, можно сказать, давно, несколько лет, уже несколько конференций совместных провели, уже у нас есть, как вы заметили, наверное, на программке, есть уже совместная символика, узнаваемая и, так сказать, используемая на всех уровнях. И это очень нам приятно. Наталья Викторовна сегодня будет вести эту встречу вместе с Натальей Александровной, которую мы уже тем более хорошо знаем. Я очень благодарна Наталье Александровне за то, что приедем в наш коллектив несколько лет назад и возглавил отделение переводчиков. Она не просто подхватила вот это знамя, которое мы с вами на тот момент уже несли и, так сказать, всячески за ним ухаживали, но она смогла это знамя и поднять еще выше. И сегодня наша переводческая секция заметна и мне как руководителю, и не только мне, а заметна уже и в городе. И не побоюсь, что я в России. Не знаю, что я говорю. Не уверена на данном этапе. Кроме того, мы сегодня приветствуем почетных, и не только почетных, и почетных само собой, но и очень профессиональных гостей нашей кафедры, нашего направления. Это Андрей Владимирович, профессор, сейчас я точно прочитаю вашу должность, если можно, скажу, вы ничего не... Доктор педагогических наук, это понятно. Профессор, директор института иностранных языков РГПУ Ирни Герцена. Директор института иностранных языков. То есть вот такого уровня гости у нас уже как бы к нам приходят, и мы очень рады приветствовать и всячески учитывать труды наших гостей в нашей дальнейшей работе. И Татьяна Альбертовна Крепикова, это профессор доктор психологической наук, профессор Сарковской экономического университета. Вы знаете, что с этим университетом у нас тоже давние отношения. Отношения сложились еще на уровне международной ассоциации, преподавателя. Такая была отчетка для приглашения иностранных преподавателей и так далее, для выводки методики, для выводки общих требований. И мы являлись членом этой ассоциации совместности с вашим детством много лет, и сейчас являемся, кстати говоря. И для всяких успехов мы достигали в свое время. Кроме того, с нами одна из ведущих преподавателей нашего переводческого отделения нашей кафедры, нашего университета, Тангаска Юлиана Григорьевна. Юлиана Григорьевна знаменита тем, что придя в наш коллектив, она внесла требуемую на тот момент и сейчас для нас сумму знаний, связанную со специализированным переводом, с синхронным переводом. Это человек, который, как сказать, я даже не знаю, ну очень много вложил и принес много побед к нашему вузу, в том числе, приготовив, вы это знаете, но я хочу, чтобы знали это наши гости, в том числе побед на уровне команды переводчиков, чье базовое образование было не лингвистом, а было техническим, инженерным. Поэтому, конечно, это особенно целая грамота пока единственная, которую мы имеем от министра обороны нашей. Конечно, она, в общем, нам, добавляет нам гордости и престижа, а преподавателю, и тем более преподавателю, который это сделал, конечно, просто удовольствие от своей работы. Уважаемые коллеги, сегодня наша конференция, это очередной этап празднования, на самом деле, недели науки в нашем вузе. Но такая активная часть технической науки, на самом деле, прошла на прошлой неделе. И, ну, это так уже сложилось просто. В прошлый раз мы были, наша секция заседала или работала во время основной, вот той недели. Но в этот раз получилось так, как получилось. Много было, несколько причин, я не буду сейчас их все озвучивать, потому что, на самом деле, в конце концов, все это второстепенно. А просто приглашу вас всех для дальнейшей работы. Итак, значит, у нас здесь сегодня присутствует, я сказала, что ученые первого уровня нашего города, не всего мира, но нашего города, 100%. И я хочу пожелать всем нам плодостворной работы. И я лично очень горда, что коллектив с такими звездами, которые способны приглашать звезды, и в нашем коллективе есть звезды яркие. Поэтому, вот, ну, а буквально два слова еще я скажу. Извините, пожалуйста, я вас стояла. Ну, ничего, поскольку мы долго будем заседать, то вы еще усталите сидеть, и поэтому я еще позволю себе еще минуты три. Хорошо? Чуть-чуть, я бы это у вас в мониторе не видно. Что? А, вот так? А, ой. Вот так? Так, хорошо? Извините, пожалуйста. Ну, видите, техника нас, да, нас, конечно, и поглощает с одной стороны, с другой стороны, помогает нам, ну, вот, и диктует. Я хочу пару слов. Извините, коллеги, вы, конечно, в основном это знаете, но, может быть, те, кто пришел недавно, наш коллектив не всегда знает это. Но все-таки я буквально два слова об истории создания вот языкового направления в нашем ВУЗе. Значит, в принципе, как только началась гуманизация, и за ней последовавшая гуманитаризация, мы сразу взяли курс на то, что мы будем в ней участвовать. И сделали серию учебников, которые сейчас используются, продаются в доме книги и так далее. И мы по ним тоже занимаемся, хотя уже многие из них уже, конечно, немножко устарели, мы их обновляем, и, в общем, очень активно работаем над созданием нового учебного материала, методического материала, который используется в аудитории. Это очень важная часть нашей работы, и, в общем, создание той базы, на которой мы можем основываться для продвижения. С 2002 года у нас в номерклатуре наших специальностей появились как раз языковые. Нам утвердили вот это направление буквально с первого раза. Тогда еще работала Халея в Институте Дружбы Народов, у нас методический кабинет. ...было лицензировать свои учебные программы. Нам с первого раза это открыли. Программа была принята, в общем, я считаю, очень хорошо. И на первом этапе, это вот я гостям скажу, она содержала очень много математики. У нас оба был очень большой... Да, я хорошо, хорошо, все, сейчас. Буквально еще одна минута. Ничего, да? Да. Ну, просто я для гостей, но надо же, чтобы знали. И не только гости. Я так думаю, что те коллеги, которые в этом году, допустим, присоединились к нашей карте, они тоже этого не знают. Как мы развались, и почему у нас, скажем, те или иные моменты в какое-то время преобладают. Ну, те, кто со мной уже вот много лет, не буду говорить. Сколько, а то вы считаете, сколько лет? Вот. Значит, неважно. Вот в это время при открытии нового направления мы были первыми. И наша сила была тогда в большом количестве математики, что позволило нам изучать параллельно с языком, изучать вот эти пакеты всякие, вводить и так далее. И дальше по мере развития вот этой составляющей наши коллеги также не боятся, не боятся все это внедрять в учебный процесс и совершенствовать пособия для студентов, которые предназначены вот как практикум для использования. Извините, я уже тогда не буду более подробно рассказывать вам, как именно шел процесс становления, внедрения вот этого гуманитарного аспекта в наш инженерный вуз. А вуз у нас очень строгий в смысле инженерии. Вы знаете, это один из оборонных вузов. И поэтому здесь у нас многое диктуется в общем-то нашим отделам безопасности, что правильно, правомерно, и мы все соблюдаем. Но, тем не менее, это не мешает нам развиваться. И сегодня, приветствуя моих коллег, я вообще очень рада, что вы пришли к нам, что примите участие, что, может быть, скажете нам что-то такое, что мы тоже подхватим. Возможно, это станет началом нашей совместной какой-то работы и найдет тоже отражение и в трудах письменных, и в каких-то, может быть, я не знаю, лекториумах, курсах и так далее. В общем, я думаю, что мы под руководством нашей ассоциации будем... Переход небольшой сделать как раз от вас у меня логичный получится сейчас. Можно я... Да, можно. Да, 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 все, да. Но я могу сказать, что мне кажется, показательно, что первое, что я увидела в Войме, то я узнала, что там есть студенты, которые не учат эту переводу, это то, что я увидела, собственно, студентов, которые зарегистрировались на первый поток нашего в крае, который стал как раз таким городским, и первый и один из первых университетов, в который присоединился, это был университет Войме. Да, я узнала, во-первых, что в Войме есть перевод, что есть студенты. Мы понимали, когда Войме проводили... ...они хотят развиваться, чего-то у них там еще не получается, но, тем не менее, они мотивированы, очень дисциплинированы и готовы развиваться. И второй, мне кажется, важный тоже был момент, переход мне надо к Юляне, тоже так дальше. О том, что меня тоже удивило в самый первый раз, это для преподавателей вообще уникальная, мне кажется, это вещь, когда мы проводили первый тренинг по работе в Кошлах, когда это был сладка, мы пригласили всех студентов, которые на тот момент, да, это был 2017 этаж, согласны. А, мне кажется, у нас же там видно. Нет, так не видно. Так будет лучше? Вот я вижу там себя. Вот, это был 2000... Вот так меня будет видно. Это был 2017 год, и тогда только все начиналось, и меня удивило, что на это мероприятие зарегистрировались преподаватели военмеха, которые сказали, мы не знаем, научите нас, пожалуйста. И вот это действительно уникально, это очень ценно, важно, и очень здорово. Поэтому я рада, что снова выступаю в этом университете, хочу от лица ассоциаций всех поприветствовать, и по поручению управления поздравить с тем, что мы начинаем это важное мероприятие, важное для чего, чтобы мы собрались, преподаватели перевода, обменялись опытом, какими-то своими разработками, какими-то размышлениями, студенты, которые тоже есть в аудитории. Вот буквально вчера Наталья Александровна спрашивала, кто будет в аудитории, будут ли студенты. Она сказала, будут. Я говорю, тогда хорошо, я постараюсь с этим учетом построить доклад, чтобы и вы тоже вникали, понимали, как развивается профессия и переводчика, и профессия преподавателя перевода. И у нас девиз ассоциации, два даже девиза существуют, перевод объединяет и успех во взаимодействии. Вот открывая это мероприятие, я бы хотела сказать, что я надеюсь и верю и желаю нам всем, чтобы эта конференция, она объединила и традиции, да, и инновации в преподавании перевода, как она называется, и надеюсь, что мы сможем увидеть какие-то новые перспективы развития профессии. Да, сейчас это особенно важно хотя бы для нашего морального, да, состояния, для того, чтобы мы верили в то, что профессия развивается, перспективы нашей профессии, а также направления возможные, которые мы вместе с вами будем проходить и с преподавателями, со студентами. И, конечно, желаю всем успешного взаимодействия. Спасибо. Я буквально два слова добавлю. Вы знаете, да, конечно, сейчас ситуация, которая происходит в нашей стране и в мире, она как-то вот, да, очень тревожная. Стептифическая. Нет, она тревожная в плане перспектив дальнейшего использования, такого широкого использования языка иностранного как, ну, как селестра коммуникации, как интерфейса. Но я должна сказать вам, что, значит, на самом деле вот эти наши усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы лучше научить, они не пропадают. У нас сейчас новая программа, вы тоже ее знаете, новая программа – это подготовка по иностранному языку инженерам, углубленные, степень, просто степень. То есть мы готовим инженеров нового поколения. И сейчас уже идет набор в следующую, будет две группы. Сейчас у нас одна группа на втором курсе, одна группа на первом курсе, и будут две группы в следующем году. И вот я уже... Сейчас здорово. То есть это тоже язык, это тоже развитие, это тоже наша работа, специфика ее в техническом курсе. Ну, на самом сверху. Так что, спасибо. Тогда я пожелаю всем нам успешной работы сегодня. Значит, хочу, может быть, сразу сказать, что после кофе-брек мы пригласим гостей в поток. Да, и вы готовы. Да, и вы готовы, да? Хорошо. Я не ставлю. Это еще раз. Здорово. Так, я тоже поздравляю всех с открытием нашей конференции. И приглашаю первого докладчика Андрея Валентиновича Бачкасова. Андрей Валентинович действительно очень крупный исследователь в области перевода. Он занимается самыми разными направлениями, но мне в последнее время все время попадаются ваши доклады о том, как меняется сегодня профессия переводчика. Вы проводили интересную свою тему маркетинга в переводческом рынке. Поэтому я думаю, что мы все получим очень интересный доклад сегодня. в середине презентацию. Андрей Валентинович, вам слово. Да, одну секундочку. Молодежь, давай, аплодируйте. Ну вот, раз вы аплодировали, я крупный ученый, сказали, значит, я уже могу идти. В принципе, я тут постоял. Ну, это слишком громко сказано, крупный ученый, хотя действительно меня интересуют вопросы влияния современных технологий, экономики, способов новых создания, распространения, обработки контента, новых коротких циклов на то, что происходит с работой переводчика. Да, действительно. Но все-таки, наверное, не крупный. И выступаю я первым, ну, потому что, во-первых, по алфавиту, вот, потому что будут более научные доклады, чем мой. Ну, и, во-вторых, наверное, потому что в должности есть слово директор, а оно вот до некоторой степени магическое действие производит. Уважаемые коллеги, хотел бы поблагодарить организаторов за то, что позвали нас. Хотел бы сказать, что я всегда с большим интересом отношусь к конференциям, в которых есть повестка, связанная с переводом, которые проводятся в неязыковых вузах. Вчера я в САФУ участвовал, в конференцию онлайн, вообще в студенческой, и я очень люблю выступать перед студентами, потому что они, студенческая аудитория, она более непредвзятая, неотягощенная научной школой и методической школой. С ними, со студентами в этом смысле проще разговаривать. И учитывая, что сейчас в общей массе я вижу в основном студентов, и хотя доклад я готовил скорее для профессорского, преподавательского корпуса, я все-таки немножечко скорректирую, скажем так, регистры подачи, чтобы я обращался, ну если не в первую очередь, то в том числе к аудитории студенческой. Итак, уважаемые коллеги, в данном случае я хочу поразмышлять о том, что мы упускаем в подготовке переводчиков в связи с тем, что мы сейчас находимся в стадии цифровой трансформации, или третьей волны цифровизации, как ее иногда называют. Всего выделяют традиционно не в переводоведении, а вообще в экономике, в IT-технологиях, вообще во всем корпусе исследований, связанных так или иначе с IT-технологиями, три волны цифровизации. И они, в общем-то, повлияли на, не то что повлияли, они создали индустрию перевода, ее постоянно трансформировали. Первая волна цифровизации – это 90-е, с 80-х до 2003 года примерно. Собственно, это период, когда возникла локализация, перевод программного обеспечения, когда возникла индустрия перевода. Потому что до 80-х годов индустрии перевода не было. Был фриланс, и были небольшие переводческие компании, которые были оборудованы факсом и телефоном, и рекламировали себя в желтых страницах. Индустрия перевода как сегмент рынка, который оказывает специфическую услугу самым разным клиентам, она вот именно тогда возникла, именно в связи с цифровизацией. Второй период цифровизации – это где-то с 2000 по 2018 год, вот он и сейчас продолжается. Волны, они друг на друга накладываются. То есть нет такого, чтобы одна волна закончилась, и вот началась другая. Он связан с глобализацией коммуникации, с интернетом, конечно, прежде всего, и с возникновением коммерциализации, широким распространением огромного количества инструментов перевода. Вы их все наверняка знаете. Прежде всего, это, конечно, переводческая память. Вообще, средства автоматизации – это любая цифровая среда, которая позволяет каким-то образом организовать работу переводчика так, чтобы снять с него какие-то рутинные задачи. Ну, например, заново искать уже переведенные сегменты или пользоваться работой другого переводчика без обращения непосредственно к содержанию того, чем он занимался, автоматизировать получение этих результатов. Я подробнее не буду излагать, потому что это совершенно уже отдельная история, и задачи у меня такой сегодня нет. И, наконец, третий период цифровизации, он где-то с 2010-х годов начинается. Связан он с датификацией в целом, ну, то есть с тем, что любая информация, существующая в мире, становится данными, цифровыми данными. Когда мы создаем корпус, язык становится данными. Когда мы с вами любой объект действительности каким-то образом отцифровываем, он становится данными. Вот в таком широком смысле следует понимать датификацию, а когда есть данные, у нас есть машинное обучение, а когда есть машинное обучение и данные, цифровая среда, она универсальная, это цифровой код, мы имеем дело с конвергенцией технологий. О чем идет речь? Мы можем соединить переводческую память с машинным переводом, мы можем совместить и то, и другое с любым цифровым гаджетом. В принципе, происходит конвергенция как технологий, так и конвергенция всего в мире, что подвергнута цифровизации, в том числе в рамках интернета вещей. Наверное, знаете, что это такое. Так вот, проблема состоит в следующем. На всех, уже начиная с первой волны цифровизации, встал вопрос о том, как учить переводчика. Вот локализация, перевод программного обеспечения условно, перевод на компьютере для компьютера, это так назвали. Уже тогда возникли инструменты перевода. И да, естественно, в университетах стали активно внедрять в программы подготовки обучение этим инструментам перевода. И вот Энтони Пин еще в 2003 году написал следующее. Я нарушаю здесь свою традицию, не больше 14 слов на слайде. И тут есть цитата. Собственно, о чем говорит Пин? Тогда шли активные диваны о том, вот переводчик, он все-таки должен быть переводчиком, его надо учить работать с текстом, со смыслом, с прагматикой, или у него должно быть много-много-много всяких компетентов, в том числе цифровых. И Пин был противником такого подхода, потому что он считал, что когда мы в программу подготовки, значит, вот так механически, экстенсивно будем все больше и больше технологий включать, отдельных навыков, мы потеряем смысл переводческой подготовки, мы не будем понимать, кому мы в итоге готовим. И он задает вопрос, это 2003 год, заметьте. Что нам сказать студентам? Да, вы все должны, все, вот это знать, в противном случае у вас не будет работать, но дальше он отключает, что все же технологии всегда будут на один шаг опережать, чтобы университет не делали. И, к сожалению, сегодня мы имеем дело ровно с такой ситуацией. Как бы мы ни гнались за индустрией, все равно она всегда впереди. Извините, такие-то ручки все время падают. Итак. А вот уже 2017 год. В 2017 году вот что сказал Яп Вандермеер. Между прочим, Яп Вандермеер – это пионер технологий перевода. Он в 1980 году создал корпорацию Инк, которая тогда уже начала производить инструменты перевода. А потом он создал организацию ТАУС. Поинтересуйтесь, что это за организация. Так вот, что он в 2017 году сказал? Индустрия, да, жалуется на недостаток хороших переводчиков, но индустрия не хочет видеть, что обучение в области перевода основно на устаревших моделях обучения, созданных еще в 20 веке. И что еще хуже, разрыв между университетами и индустрией настолько велик, что когда выпускники переводческих программ выходят на рынок, они сразу же с разочарованием сознают, что немного понимают в реальной работе, которую они должны выполнять. Они также узнают, что миру не нужны умения и знания. И, к сожалению, в значительной степени это так и есть. И в значительной степени это результат того, что мы продолжаем экстенсивно насыщать программу подготовки переводчика новыми и новыми компетенциями, цифровыми навыками, преподавать все новые инструменты, вместо того, чтобы как-то поменять вектор и не гнаться за индустрией. Собственно, вот об этом и хочется поговорить. Вот что происходило с преподаванием на переводческих программах в связи с цифровизацией? Сначала стали активно преподавать память, систему управления терминологией, память переводческую, конечно. Корпусные методы стали вводить именно в прикладном аспекте, как способ обработки массива данных с целью принятия переводческих решений или подготовки проекта, оценки массивов данных. Дальше стали преподавать локализацию и управление проектами. Локализацию причем преподают так, знаете, в целом о ней рассказывают, а максимум показывают какой-нибудь инструмент, который предназначен для локализации программного обеспечения. По сути, это та же память, просто она немножко по-другому устроена, она работает с другими типами файлов. В каких-то университетах через какое-то время стали обучать уже не переводческому софту, но непосредственно связанному с международной коммуникацией, так называемым глобальным системам управления информацией, Global Information Management, или системам управления контента, Content Management Systems. Ну, представьте, у вас есть большой сайт какой-нибудь, какой-нибудь, не знаю, который агрегатор аккумулирует информацию о том, где и какие отели в Петербурге есть, и он у вас, скажем, на 17 языках этот сайт или на 20, и какая-то переводческая компания вас должна обслуживать, постоянно его, значит, апгрейдить в сайт, постоянно, значит, новую информацию переводить на все языки. Для этого придумана глобальная система управления информацией, которая является интерфейсом между вашим отелем и переводческой компанией. Ну, то есть не надо файлы отсылать, мы сразу все интегрировали, вот это уже не переводческая технология в чистом виде, вероятно, технология, которая не разрывает переводчиков, но без нее коммуникацию межязыковую в этой сфере организовать нельзя, обеспечить нельзя. Предлагают, скажем, ввести в программу подготовки переводчиков так называемое контролируемое письмо, это не совсем контролируемые языки. Там, собственно, язык контролируемый, а, собственно, знать не надо, система вам сама скажет, что можно, а что нельзя. Или настройку движков машинного перевода. Есть и такая функция в переводческих компаниях, да, там есть собственные движки, приходит человек, который знает контент проекта, задачи, у него есть контент для обучения движка, и он этим занимается, обучение, собственно, движка. Он знает, примерно, архитектуру, он понимает, что мы получаем на выходе. Можно ли этому учить в университете? И дальше мы можем экстенсивно расширять спектр того, чем мы учим. Сейчас учим постредактирование. Вообще-то постредактирование, к слову, оно-то еще до 2000-х, конечно, было, но там его объем был другой, и переводчики были, которые работали по правилам. Сейчас объем машинного перевода превышает человеческие, и постредактирование – это просто норма. Но можем ли мы учить сейчас и настраивать движки, постредактирование, локализацию, управлять проектами и глобальным системам управления? Может, нам нужны какие-то отдельные программы? Но их нет. И у нас-то в России все программы подготовки переводчика, они только в рамках лингвистики. Мы можем столько засунуть в программы, что лингвистики не останутся. А у нас есть стандарт. Проблема. Про эмерджентную модель можно отдельно рассказывать, но лучше всего вам про нее расскажет Наталья Викторовна, потому что она как раз этим занимается. Эмерджентная модель, она стоит в том, что надо обучать не отдельным инструментам, а организовать проекты, в рамках которых нужно решать задачи, и для решения задач нужно использовать инструменты. Таким образом, мы учим не инструментам, а мы учим решению задач при помощи инструментов. Эта модель, она довольно эффективная, но там тоже есть свои проблемы. Ну вот Наталья Викторовна об этом знает лучше. Итак, что происходит с выпускником вуза, который освоил, неважно, программу в СПБГУ, в Герцена или у вас, или даже сейчас где-то в Европе, где обучение по направлению лингвистика осуществляется. Он попадает в индустрию перевода, где давно уже, еще к десятым годам, был осуществлен процесс разделения труда, который заключался в том, что деспециализированы были задачи, с которыми работает переводчик. То есть переводчик уже не выполняет перевод текста, переводчик занимается постредактированием, доработкой сегментов из переводческой памяти. Не нужна высокая квалификация для этого, для этого нужен наш. Поэтому переводчик, если вот вы захотите пойти в индустрию перевода, вы попадете в нижний сегмент индустрии. Вам скажут, постредактируй, работай с памятью. Это нижнее звено пищевой цепочки в индустрии перевода. Примерно этим вы и будете заниматься, если только вы не получите какие-то новые компенсации, и не продвинетесь по служебной лестнице внутри индустрии, не станете, скажем, менеджером проекта или не станете, не знаю, не будете заниматься контролем качества. Если вы хороший переводчик и долго постредактировали, и знаете там примерно, как это происходит, не примерно, а хорошо, да, вы будете заниматься контролем качества. Но это тоже выделенная, знаете, задачка узкая в рамках разделения труда. Знаете, с чем я могу это сравнить? В 19 веке, когда появились пароварки, то очень сильно стала интенсивно развиваться индустрия консервирования. И вот был такой парадокс. В принципе, пароварка все упрощала. Но для того, чтобы запечатать банку, это делалось там при помощи своего специального паяльника, нужны были те, кто вот, кэнеры, кто это делал. И оказалось, что это навык довольно сложный. То есть там надо было комплексную задачу решать. И вот эти кэнеры, пользуясь вот этим своим преимуществом, они бастовали, пока не появилась банкозакруточная машинка, которая деспециализировала труд тех, кто закручивал банки, и им просто надо было нажимать на гонку. Вот, к примеру, то же самое происходит с переводчиком. Вот Гарсия в 2006 году, написал это актуально и сейчас, существенно снизился порог входа в профессию переводчика. Любой образованный человек, владеющий двумя языками, после краткосрочной подготовки может стать переводчиком. И действительно, если мы в целом популяцию переводчиков возьмем, тех, кто работает в индустрии, профессиональных даже, ну или полупрофессиональных, то есть кто-то профессионал, тот, кто зарабатывает себе на жизнь переводы, ну или значительную часть денег зарабатывает переводы, мы выясним, что там не только выпускники переводческих программ, не только лингвистические, а там самые разные люди. Книжка есть такая, дивергенция в языковой индустрии. Это серия интервью с переводчиками, которые там начинали работать в 90-е и 2000-е, и потом в рамках индустрии, в рамках специализации им пришлось как-то куда-то выруливать, чтобы не заниматься постредактированием и вообще, чтобы их индустрия не вытолкнула. Нет, есть, конечно, фрилансеры и есть художественный перевод. В 21-м году 18 тысяч книг было переведено на русский язык. Вот кто эти люди, кто эти книги переводил, это другая. Итак, что мы упускаем как минимум? Во-первых, в индустрии есть ряд уже стандартов, ну, например, локализации веб-сайтов или программного обеспечения, о которой почему-то, это же университетская подготовка, мы-то студентам ничего не рассказываем. Если мы посмотрим исследования от академии, условно, связанные с локализацией, о чем там будет сказано? Во-первых, локализация будет очень упрощенно представлена как простое сочетание перевода и адаптации. Это не перевод, а адаптация. Это набор совершенно других задач. Значит, анализировать всегда будут исходную и целевую версию, например, веб-сайта или игры. И будет особое внимание узеляться визуальным элементам, культурным компонентам и тексту. При этом доминируют какие-то совершенно такие банальные маркетинговые шаблоны о том, что, вот вы знаете, немцы любят сайт, вот чтобы он был строй. Вот у японцев всегда там красный цвет. Это да, это правда. Но это просто стереотип. На практике все иначе. О чем мы не рассказываем? О том, что любая локализация всегда связана с процессом интернационализации, то есть с делокализацией продуктов. Всегда в локализации есть язык-посредник, через который мы осуществляем переводы. Либо мы сразу делаем сайт на английском языке, делокализованном без всяких культурных элементов, и потом уже перетаскиваем на другие языки. Либо, если веб-сайт сделан, не знаю, на датском языке, тогда через язык-посредник будем работать. О том, что там есть язык-посредник, никто никогда не рассказывает. О том, что локаль – это не культура, и о том, что веб-сайт мы делаем не для культуры, а для какого-то региона, в котором могут говорить на разных языках. Например, Volkswagen не делает веб-сайты отдельно для каждой страны на постсоветском пространстве. Вот для Армении делает, а для Казахстана – нет. Вот это уже вопрос иерархии языковой. Это вопрос распространения информации в рамках геополитических реалий. Язык становится товаром. Об этом мы не рассказываем. Или, например, о таких явлениях, как обратная локализация. А обратной локализации в какой-то момент стало очень много. Ну, допустим, мы получаем игру японскую, локализованную для американской локали. Кстати, все игры локализуются в Европу в основном через английский, через Америку. Так дешевле. Но интересно, что когда эта игра японская, она уже локализована, она там какое-то время пожила, ее даже модифицирует, то японцы потом вот эту модифицированную игру, ну, японцы – это частный случай, они обратно на японский переводят, но сохраняют все культурные реалии американские. И эта игра заново там продается. Ну, к примеру, да, я просто сейчас кейс привожу, там много чего связано с локализацией. Это мы совершенно упускаем. То есть мы, мы, о чем мы говорим? Вот память, давайте работать с памятью. А о том, что есть целая масса вещей, которые заслуживают внимания переводоведа в целом, в области локализации, мы не рассказываем. Вообще локализация не включена эффективно в парадигму переводоведения. Вот есть такая книжка Translation and Web Localization Химина Криспо. Ну, вся эта книжка про то, что локализация, в общем, это перевод в целом. Ну, это такой подход, который пытается включить локализацию в парадигму переводоведения, но по факту не получается сделать. Ну, вот этот пример локали, да. Ну, скажем, у компании Heineken, смотрите, у них локаль Asia Pacific, это и Индия, и Австралия, там и Новая Зеландия, и там не везде на английском говорят. И сайт сделан так, веб-сайт, чтобы целевая аудитория во всех этих культурах, говорящих на всех этих языках, чтобы она покупала Heineken. Основная-то задача такая, чтобы повышать осведомленность о бренде. В этом смысле перевод и межзыковая коммуникация – это не способ установления коммуникации между народами. Это мессианская теория. Значит, перевод нас объединяет. Нет, перевод – это обеспеченная технологиями функция глобальных процессов, обеспечивающая движение услуг, товаров, капитала и идеологии. Это инструмент. Это не мои слова, это слова, мы это кроним. Итак, еще, пожалуйста, один кейс, связанный с локализацией веб-сайтов. Есть такая вещь, как поисковая оптимизация. Вот представьте, что у вас есть веб-сайт, и вы его перевели на иностранный язык. Позвали лучших переводчиков, заплатили им кучу денег, позвали дизайнеров, они сделали новый культурный код туда внедрили. И зачем все вы это сделали, если этот сайт никогда не увидит тот, для кого он предназначен, целевая аудитория. Чтобы веб-сайт увидели, нужно оптимизировать этот сайт для поисковой системы. То есть поисковая система является фильтром между потребителем и веб-сайтом. А поисковая система – это не человек. Ее убедить нельзя, попросить нельзя. Можно рекламу купить. А можно заниматься так называемой органической поисковой оптимизацией. При этом нужно учитывать поведение пользователей в целевой локале. Поисковое, конечно. Какие они там запросы делают? Какой аналогичный бизнес существует в той локале, для которой мы локализуем нэп-сайт? В общем, смысл в том, что в какой-то момент появились такие термины. Книжка, посмотрите, в году вышла небольшая. The SEO Search Engine Optimization Translation Bible. Ну, все книжки, связанные там с локализацией, ну, для практиков, с поисковой оптимизацией, они все называются Bibles. По-русски это скорее основа, база. Да, и появились такие термины, как перевод в контексте поисковой оптимизации или многоязычная поисковая оптимизация. А вот в той книжке, которую я вам показывал, где речь идет о диверсификации на рынке перевода, там есть отдельный кейс, как переводчица одна, причем довольно возрастная, как она входила в эту индустрию поисковой оптимизации. Это совершенно отдельный навык. Причем этот навык, он вообще требует перечеркнуть все представления об эквивалентности. Потому что мы должны в новом, в новой локальном языке вообще использовать совершенно другие слова, не те, которые эквивалентны тому, что у нас было в исходном тексте, и не нашим представлениям адекватной о том, как вот, не знаю, в Японии, какой у них там менталитет, а исключительно поисковым запросам пользователя. Кстати, обратите внимание, что на русском языке, здесь, правда, на английском, я насчитал шесть вариантов написания бренда Maybelline. И вот на веб-сайтах это, конечно, прячут, но все эти почти варианты используют. А знаете почему? А потому что те, кто ищет бренд Maybelline, они не знают, как его писать. И поисковая система должна возвращать результат, несмотря на наши орфографические ошибки. В общем, по поводу поисковой оптимизации в перевозе есть там несколько статей, их можно найти, но немного. То есть практически на теоретическом осмыслении этот аспект не подвергался. Машинный перевод. Вот, к сожалению, с машинным переводом совсем печально. А что мы слышим от преподавателей, отягощенных школой и от переводчиков людей, которые давно работают на рынке? Машинный перевод никогда не заменит человека. Человек всегда переводит лучше. Машинный перевод на, он может использоваться для узких задач, но человек – это такая вот сущность, которая во всем превосходит машинный перевод. Вот такого типа стереотипа мы постоянно слышим от тех, кто с машинным переводом непосредственно не сталкивается. По факту сейчас ситуация несколько иная. Значит, во-первых, мы не знаем, сколько мы потребляем машинного перевода. Вот просто не знаем. Но есть статистика, Google за один день реально переводит по запросам пользователей контента больше за один день, чем все человеческие переводчики за год. Это факт. Есть отдельные ресурсы, которые переводятся исключительно при помощи машинного перевода. Не знаю, есть ли там такой слайд. Ну да, вот смотрите. Специалист по настройке машинного перевода компании eBay, он приводит такую статистику. Вот на eBay в среднем размещено единовременно около 800 миллионов описаний продуктов. И каждое описание, оно включает, состоит из 300 слов. Всего это 240 миллионов слов. Вот если бы тысяча человеческих переводчиков работали 5 лет, то они бы перевели только 60 миллионов описаний продуктов. Это для русского языка, кстати, он говорит. То есть для русского языка из этих 800 миллионов примерно 60 миллионов релевантов. А переводить-то надо на несколько языков. и не в течение пяти лет, а завтра, потому что некоторые объявления висят день, два, неделю. Иного решения, как только машинный перевод в данной ситуации нет. И в данном случае качество вторично по отношению к своевременности и функциональности. Но там есть хитрости всякие. Естественно, на ebay, когда вы будете делать объявления, вам будет предложена форма. Эта форма достаточно структурированная. То есть это все упрощает работу машинного переводчика. Но тем не менее. Интересен сам факт, понимаете, на который почему-то почти не обращают внимание академии. В том числе переводческое сообщество. Имея такой громадный объем машинного перевода, который мы не знаем, как потребляем точно. Мы не знаем, какими путями он к нам попадает. Вы какой-нибудь сайт открываете, вы даже иногда не задумываете, что люди имеют дело с машинным переводом. Как это влияет на УЗУС? Это формирует в конечном итоге новый УЗУС. Машинный перевод в силу огромности его объема он начинает формировать наши языковые практики. У цифровых аборигенов, ну, у вас, то есть, так точно. И, кстати говоря, интересное исследование нашел по поводу редактирования машинного перевода. Появился термин «edities». Это вот специфика, отличие языка от редактированного машинного перевода от языка, там, собственно, человеческого или, собственно, машины. Вот есть уже такое исследование. Отдельные исследования есть, но в целом, вы понимаете, если переводчик выходит на рынок, как минимум, вот мне кажется, переходит работать в компанию, но он должен знать о том, хотя бы в целом, сколько всего там машинного перевода существует в мире, какими он каналами распространяется и как он влияет, в принципе, на межрежуковую коммуникацию. Вот не задача ли это университета, чтобы вот об этом рассказывать. Вот в переводческой компании об этом не расскажут. В переводческой компании более конкретно, предметно, глубоко и профессионально, но на узкие темы, в режиме решения конкретных задач. Университет-то не для этого. Зачем университете-то, зачем подменять переводческую компанию? Приходит молодой человек, не знаю, я в какой-то, кстати, момент перестал обучать переводческой памяти. Вот приходят студенты, и так, все зарегистрировались и переводят. Быстрее осваивают, чем преподаватели, а не эти интерфейсы, они сейчас дружественные. Помимо этого, дополняем, значит, помимо машинного перевода, сейчас все время постепенно возрастает объем полуавтоматический или автоматически сгенерированного контента. Объявления на Амазоне, скажем, перевод этих объявлений и сравнение, объявление сравнения товаров, это все в большей части делают не люди на 90%. И объявления генерятся машинкой на основе структуры данных, которые вы им даете, и сопоставляются они между собой тоже машинкой. В общем, сейчас уже появляются такие системы, которые вот по-английски называются multilingual content generation, которые вообще исключают из процесса создания контента перевод как таковой. Создавая контент на одном языке, текст, когда мы это делаем в среде, которая контролирует то, что мы пишем, потому что она нам запрещает использовать то, что непонятно в системе, создавая контент на одном языке, мы одновременно его создаем на нескольких заданных языках. Это, конечно, не переводческая технология в том смысле, что это не ассистит, это не средство автоматизации, это уже в чистом виде, наверное, область цифровой лингвистики, такая программа, скажем, которая великого открыта. Ну, если мы не будем об этом говорить, то мы кого готовим тогда в университете? Нам надо как-то менять. Ну, как пример, там еще робо-журналистика, или вы знаете, вот есть такая программка генерации текста, GPT-3, к созданию которой Илон Маск приложил усилия, которая там пару недель вела блог, и никто этого не заметил. Кстати, там одно из сообщений было о том, стоит ли человеку бояться компьютеров, роботов. Никто этого не заметил. В общем, я уже много времени занял, поэтому я, наверное, подытожу так. Вот я специально здесь привожу книжки, это все свежие книжки. Вот это, по-моему, 21 год, вот это 16, вот это 21 год. Это все свежие книжки, которые вот совсем не про перевод, но без которых понять сегодня международную коммуникацию нельзя. Вот в этой книжке есть, это, значит, называется она так, цифровые медиа и глобализация. В этой книжке есть раздел про машинный перевод. Он довольно простенький. Все остальное не про машинный перевод. Но из этой книжки мы сейчас узнаем про межзаковую коммуникацию больше, чем из учебника по теории перевода. Вот таков парадокс. Кажется, там еще что-то было. Ну да. Реклама, как многоязычная коммуникация. Это, конечно, про рекламу, но и про благоязычную коммуникацию и про перевод значительной степени. Глобализация и мидия в эпоху платформ. Про платформизацию не говорил, но да. Платформы сейчас правят миром, знаете, наверное, термин такой феодализм платформ или цифровой феодализм. Не знаю, вы про платформу представляете себе что-то или нет, обращаюсь, конечно, к студентам. Платформа – это платформизация, это процесс, в результате которого мы между потребителем и поставщиком услуги убираем посредника. Вот Uber или Яндекс.Такси это платформа. Смотрите, в чем парадокс. Яндекс.Такси не владеет машинами. Ну, чуть-чуть владеет. Uber не владеет. Но это крупнейший поставщик услуг перевозки. Какой-нибудь агрегатор товаров, ну, Wildberries, допустим, он не производит товар, это платформа. Но для того, чтобы вы получили от поставщика продукт на Wildberries, не нужен больше магазин, продавец. Вы напрямую покупаете. В области перевода тоже такие процессы протекают. Кому интересно, посмотрите, есть такая компания Steps. Steps. Не Steps. Она себя позиционирует как Uber of Translation. Ну, есть, прямо вот Uber они. В том числе, ну, там, о чем речь идет? Вы можете там и услуги покупать, а можете переводчиками работать. Она вам, в частности, обещает, прямо маркетинговым дискуссия. Что у них есть приложение для смартфонов, и вы сможете переводить в метро, в транспорте, или, я цитирую, отвлекаясь от просмотра ходячих мертвецов. А почему именно отвлекаясь от просмотра? Потому что Uber of Translation, они предоставляют услугу перевода в течение там нескольких минут до получаса небольших текстов. Ну, то есть, заказчик им направляет какой-то небольшой текст для перевода и через полчаса получает результат. И для этого необходим доступ к переводчику, который, может быть, в данный момент и смотрит мертвецов ходячих. Значит, сейчас не говорю о качестве, о том, как вообще к этому относиться. Я говорю о том, что это есть, существует. И не первый год эта платформа существует. Это к вопросу платформизации, чтобы понять эти процессы. Кстати, знаете, почему невозможна уберизация целиком в переводе, скажем, в отличие от такси? Потому что невозможно в области перевода четко каталогизировать услуги и оценить ее качество и стоимость. Вот что такое таксист? Он везет с точки А в точку Б. Доехал, услуга оказана. Перевод, он качественный или нет, заказчик не в состоянии оценить. И уж очень разные цены, тем более с учетом там квалификации переводчика. Поэтому уберизация вот перевода целиком по двум причинам невозможна, но если вы, например, возьмете такую платформу, как SmartCAD, это была, ну, первоначально, в общем-то, скорее переводческая компания, поставщик услуг перевода. потом они сделали свою платформу условно бесплатной, ну, по объему перевозимого контента там ограничений нет, и просто как Яндекс, Такси или Uber стали брать процент с транзакций. В течение пяти лет они удвоили капитал. Не это ли уберизация? Там можно зарегистрироваться и ждать, когда вас позовут в переводческий проект. Даже софта собственного не надо иметь, с любого браузера. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, готовы на них ответить. Или, пожалуйста, тут есть контакты, нужно мне потом их задать. Я всегда стараюсь отвечать на письме. Спасибо большое. Спасибо большое. Можете задать? Да, конечно. Мы смотрели сайты крупнейших народных клинических агентств, которые считаются другими переводческими агентствами и рассматривали вакансии. Передутся ли мы искушаем вакуру переводчики не требуются. Третьим услугам очень разнообразны. Наталья Александровна, это бутпойнт, я об этом специально не говорил, но, да, где-то начиная с 2005-2003 года в рамках индустрии перевода началось то, что называется диверсификация. То есть переводческие компании, они стали предоставлять все больше услуг. Если мы возьмем крупные компании, типа TransPerfect, Lionbridge, то где там перевод? Вообще его там не найти, эту услугу, там что угодно, юридические услуги, образовательные, позиций там огромное количество, там какого-нибудь максимально близкого к переводу, это кого-нибудь там Language Specials или Consulting. Что это? Что это неизвестно, это не профессия, это некий функционал. Действительно так. Но нужно понимать следующее, что, во-первых, эти компании уже себя не позиционируют как переводческие, они поставщики языковых услуг, Language Service Provis, первое. Второе, они сознательно продолжают движение в направлении диверсификации, а сейчас, кстати, эти компании начинают уже просто, например, заниматься аннотированием данных для нейросетей. Просто это вообще уже не перевод. Так, а чего далеко ходить? У нас этот самый-то Транслинк этим занимается, аннотированием данных. Это совсем не перевод. Это естественный процесс трансформации. Нет, там можно найти, там требуется, вообще переводчиков перестали называть переводчиками, как только возникли быстрее переводы. Уже в 80-е, в начале 90-х годов в рамках проектов по локализации в Ирландии, где все это сосредоточилось, называли переводчика лингвистом или локализатов. Это даже отдельное исследование. Но вот такая диверсификация тотальная, она все-таки характерна для крупных поставщиков. сохранилось огромное количество компаний, которые предоставляют все-таки скорее услугу перевода. Причем есть компании более-менее, скажем так, технологически оснащенные, но есть, например, на пятой линии компания переводчика, которая называется пятая линия, в которой сидит один человек за одним компьютером, по-моему, с 2000 годов, компьютер уже не было. То есть индустрия перевода, она сама такая очень стратифицированная. И вот такие компании, они все равно на рынке сохранятся, потому что такая потребность будет. Потому что кому-то все равно надо пойти там справку перевести, я не знаю, оно остается. Когда я говорю в целом о цифровизации, я это, конечно, могу учесть, но это у нас специально. Я говорю о том, что если мы берем весь объем коммуникации в целом, то то, о чем я сейчас говорю, там это 5%. А вот все остальное это реклама, это глобальные потоки информации, которые перетекают из одной локали в другую через машинный перевод. Мы не можем это отследить. Никто это на данный момент нет инструмента, чтобы получить какие-то объективные данные по этим объектам. Вот что с поставщиками дальше будет, у меня есть две версии. Я еще делал доклад на Translation Forum Russian. Два объекта. Либо будет диверсификация дальше, дальше, дальше. Дальше и какой-то будет сегмент компаний реакция заниматься нежзаковой коммуникацией, либо наступит коллапс. То есть когда компанию идентичность потеряет, когда будет утрачен баланс между тем, что мы называем услугой перевода, потребностью и технологией. Когда этот баланс будет разрушен, то поставщиков языковых услуг как таковых не сам. Будет что-то другое. Какой вектор побеждает, непонятно. А тогда скажите, кого нам-то готовить? Кого нам готовить? Инвестиция убивает профессию переводчика, получается, да? Мы до сих пор еще сохранили понимание, понимание, да, сохранили того, что входит в понятие перевода собственного. Что делать? Об этом я специально не говорил, я вызову вопрос, пускай. Но на этот вопрос есть конкретный ответ. Если говорить о том, что происходит в каждом ядре, есть такой ресурс, называется лучшая переводческая программа 2020. Там есть замечательные программы, которые так и называются, не сграва коммуникация и локализация, или перевод технической документации, перевод и локализация технической документации. Но эти программы они на половину программ, не на языческих факультетах. То есть там языковая коммуникация это важная часть подготовки, но в рамках какое-то другого направления вместе с тем, и вот на это я хочу особо сделать акцент. Ровно в тех университетах, где есть вот такие новые программы, сохраняются программы, которые называются художественные переводы, они остаются. Учитывая наши реалии, учитывая, что у нас есть ФГОС, и что у нас всякая междисциплинарность, она только декларируется, ну попробуйте эту междисциплинарность в рамках программы, университеты должны готовить переводчика. И рассказывать про технологии и желательно про то, про что говорил я, просто чтобы они могли ориентироваться. Но университеты должны готовить переводчиков. Сегменты тут осталось. 18 тысяч книжек перевели в 20-м году, кто это сделал? Читайте книжки, особенно на данном школе. читать демпинг данное в этом сегменте рынка. Вот таких надо, конечно, нам готовить специалистов, пока мы готовим в рамках медики и в рамках гос. Готовы сознаться. У меня был опыт создания программы, которая прямо наполовину переводческая, наполовину отраслевая. Я такую программу впервые открыл в СРБДУ, потому что там собственность и только в рамках магистратуры. Эта программа называлась юридический перевод. Там ровно 50% планов, там не было языкознания, семиотики, вот это ничего. Значит, там ровно наполовину это была юриспруденция, причем международная, причем даже был человек, который читал на английском языке, и учились там где-то 50-50 юристы и переводчики. Ну, а есть юристы все равно обучать международные республики, потому что они там своем гражданском, и так далее, праве, они в самом смысле сегменты. Я попытался такую же программу открыть в РГПУ, и она работает, у нас был один выпуск, даже в общем-то выпуск неплохой, Татьяна Альбертовна была специальна государственная комиссия. Но крайне сложно в рамках ГОСа маскировать юридически под какую-то там терминологию. В общем, это тяжело и как-то как бы реворд не очень ощутим. Ну, ну да, возможно, мы еще будем делать такой набор. Но наш университет, пока мы работаем в рамках лингвистике. Вот не надо гнаться на индустрию, не надо какое-то немыслимое количество новых инструментов. Они и так основаны, я вас уверяю. Надо все-таки готовить переводчика, который в состоянии понимать, осмысливать, работать с прагматикой, со сколпусом, понимать смысл того, чем он занимается. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Наталья Александровна и ко всему коллективу обращаюсь. И, как мне кажется, я в своем докладе постараюсь ответить на вопрос, а зачем нужны ли мы вообще с вами в рамках наших ГОСов, в рамках наших... Можно еще спросить? Листаю я. Все, хорошо. В рамках наших ГОСов и в рамках наших задач все-таки глобальных подготовить студентов и выпускников к тому, чтобы они научились плавать в индустрии, выжили и стали успешными. Я воспользуюсь метафорой Андрея Валентиновича пищевой цепочки. Да, скажем, если говорить о нижнем уровне пищевой цепочки, самый первый элемент, но этот первый элемент должен быть питательным, иначе вся пищевая цепочка рухнет. И если говорить о том, как и чем напитать вот этот начальный элемент пищевой цепочки, я бы предложила следующую проблематику. Мы говорим о том, как чему учить, и можно в этом плане выделить навыки и некоторые метанавыки в обучении переводчиков. Во втором блоке я бы хотела остановиться на таких особенностях языка, на усвоение понимания, вычленения, интерпретацию которых в значительной степени должны быть направлены усилия и переводчиков, и где корпусные данные могут помочь. это конструкции. И в конечном итоге покажу, как можно использовать корпусные данные, корпусы на ряде небольших задачек для того, чтобы отвечать на наши с вами собственные вопросы к языку и вопросы к переводу. Да, безусловно, корпусная база данных и перевод это обширнейшая тема, это и параллельные корпусы, это и переводческая память любых программ. Но я как раз сегодня о том, а что должен знать и понимать лингвист общего профиля, чтобы стать качественным звеном, первым звеном вот в этой пищевой цепочке. Потому что иначе развитие, да, развитие индустрии, развитие всех этих переводческих программ, машинного перевода ведет к уничтожению. Но на самом деле напитать, обучить эти программы должен человек. Метанавыки, под метанавыками сейчас понимается очень много чего. Мои коллеги не дадут соврать, у нас в наши карыкило включают самые разные дисциплины и лидерские качества и обучение тайм-менеджменту. Но на мой взгляд, требуются еще и так называемые профессионально ориентированные метанавыки. И в узком понимании это такие когнитивные стратегии, которые человек применяет к новым ситуациям, исходя из опыта предыдущих. То есть метанавыки это все-таки когнитивные вещи. И в этом случае человек должен уметь привлекать какие-то эвристики, алгоритмы, техники. С одной стороны получение знания, а с другой стороны для того, чтобы создавать вот так называемые интеллективные запросы в целях решения своих профессиональных проблем. Метанавыки идут из представления о том, что наша когниция не является однородной и выделяют два блока или два слоя, это когниция и метакогниция. Когниция как познавательная деятельность это привычное нам с вами ментальное состояние, процессы восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения и так далее. С другой стороны у нас есть еще и более высокий уровень нашей когнитивной деятельности это метакогниция, потому что речь идет о регуляции нашей познавательной деятельности. Это ментальные процессы мониторинга, контроля, результатов основных результатов и процессов собственно говоря. То есть это знание о состоянии содержания в пределах собственного мышления и эмоций и даже сознательные эмоции которые сопровождают процесс познания это тоже наша когниция. Отсюда и представление о метанавыках которые серьезное отношение имеют к стратегиям обучения. Усвоение знаний должно быть контролируемым. То есть формирование умений навыков невозможно без некоторых этапных моментов когда мы с вами сами себе говорим я понял я не понял вот тут знаю вот тут не знаю вот досюда понимаю а вот отсюда пожалуйста мне либо снова либо я должен вернуться и тот кто владеет вот такими навыками он может выходить ну скажем так в автономное плавание мы станем автономно усваивать создавать получать структурировать и реструктурировать наши знания как когнитивная стратегия их можно перечислить в виде некоторого конечного списка сначала происходит некоторый когнитивный диссонанс когда вы сталкиваетесь с проблемой как это а какая это часть речи а разве может быть что будет би это прилагательное а разве может быть а такого слова нет грамматика говорит одно словарь говорит другое автоматический перевод не справляется и соответственно происходит осознание того что есть некоторый пробел пробел а в наших собственных знаниях б некоторый лексикографический пробел словари несмотря на то что они сейчас мощно основаны все на корпусных базах данных они все равно в большом долгу что называется перед народом и безусловно отстают учебники грамматики любые референсные вещи и соответственно мы должны создать некоторый интеллективный запрос как произошло как к этому относиться как это интерпретировать и как это использовать в дальнейшей нашей деятельности и эти данные надо откуда-то где-то получить кроме того что мы получим эти данные мы эти данные должны каким-то образом интерпретировать учитывая то что объект с которым мы имеем дело не жесткая система асимметрический дуализм языкового знака никто не отменял в отношении таких языков как например английский язык с очень мощными изолирующими тенденциями динамическая или узусная или функциональная категоризация единицы играет огромную роль и учитывая что у нас с вами огромная база данных соответственно от нас требуется формирование некоторых метанавыков работы с большими данными на предмет выявления вот тех некоторых трендов некоторых нестандартных ситуаций которые на сегодня нестандартны но далее это будет то направление тот туннель куда пойдет развитие языка есть определенные барьеры формирования вот этих наших с вами метакогнитивных навыков так называемое сакральное знание стоит на первом месте за годы учебы мы все вырабатываем некоторую когнитивную привычку не задавать вопросы да а почему это так а как быть если то есть всегда ну очень привыкаем к тому что всегда тут можно открыть тут можно кликнуть там можно щелкнуть и мы получим готовый ответ однако не всегда с языком можно получить вот эти готовые ответы отсутствие междисциплинарных связей фрагментарность знания ну или представление знания определенная симплификация определенная упрощенность и не сформированность навыка критического восприятия информации то есть если в учебнике сказано так значит так ну в этом направлении мы можем к аутистам очень близко приблизиться как один студент очень настаивал что он совершенно правильно перевел слово боот как лодка а то что это там катер охраны погранохраны нет в учебе в словаре сказано первое значение лодка значит лодка есть еще один некий барьер который я называю слоганами то есть это слоганы которые на первый взгляд кажутся интуитивно корректными но с другой стороны они честно говоря представляют собой некоторый барьер я очень не люблю слово контекст потому что каждый раз когда просишь объяснить почему и как и студенты и коллеги это все от контекста смотрите по контексту все зависит от контекста соответственно требуется выяснить это просто пример слоганов мы все с ними так или иначе встречались однако вопрос контексту скажите пожалуйста куда обращаться по поводу контекста если мы говорим о контексте это речь идет о модели это о морфологии о синтаксисе о лексической сочетаемости о какой-то прагмалексии морфосинтаксисе о некотором мы говорим о контексте ситуации контексте общения кто говорит с кем говорит как кому кому говорит и так далее устно на ушко публично перед папой мамой или перед большой аудиторией и как исследовать контекст а если представить себе что контексты размножаются то о каких контекстах идет речь фактически я перечислила все эти вопросы контексту и задача в процессе обучения возникает следующего рода а как нам обеспечить адекватность всей этой нашей системы обучения чтобы она соответствовала вот этой нежесткой изменчивой природе наших лингвистических единиц и в этом плане особую трудность представляют так называемые конструкции конструкция не только как некоторая единица но и как принцип устройства и стратегия усвоения языка идея узусных моделей возникла в лингвистике давно ни одна единица ничего из себя не представляет в коммуникативном плане если она не есть элемент какой-то модели все модели форматируются отрабатываются и выходят в дальнейшем именно как узусные модели и усвоение именно узусных моделей или паттернов как в наших учебниках очень часто указывают speech patterns это и есть усвоение языка на этом базовом посыле на этом базовом тезисе возникла так называемая грамматика конструкции речь идет о том что вот эта пара форма значения стандартное представление о структуре языкового знака ее стоит назвать конструкцией а дальше уже определиться о каких формальных и содержательных признаках этих конструкций мы будем говорить да морфема это конструкция да слово это конструкция но гораздо более интересное это так называемые лексиморфо-синтактические форматы реализации закрепленными за этими форматами смыслов которые очень серьезно отличаются от языка к языку пример номер один конструкция waiting to happen имеем исходную синтактическую конструкцию wait for somebody to happen for somebody something to happen примеры очевидны wait for things to happen wait for things to happen однако язык идет дальше и внезапно мы сталкиваемся в текстах вот с такого рода примерами я не буду зачитывать зачитаю самый короткий he was a tragedy waiting to happen ну или первый примерчик the overcrowding and lack of public facilities is a disaster waiting to happen насколько эта конструкция отличается от исхода да чем-то отличается потому что у нас исчез объект но глагол wait он требует объект что мы с вами попытаемся сделать если мы выходим в корпус то мы создадим запрос меня интересует глагол wait во всех своих морфологических формах вся парадигма это маркируется заглавными буквами дальше мы воспроизводим константу компонент to happen и нас интересует а какие существительные могут попасть вот в эту конструкцию и в результате мы получаем определенную достаточно высокочастотную для четырех компонентов появляющихся вместе обязательно будет константа waiting to happen и далее что интересно переменная составляющая показывает что не абы какое существительное имеет право на заполнение вот этого первого слота accident disaster attack tragedy wreck и так далее получается что мы с вами должны проанализировать а что это за конструкция во-первых нарушается семантика контроля для wait и happen обычно wait да там есть семантический компонент контролируемость я сижу и жду я понимаю что я делаю почему она нарушается потому что в качестве субъекта у нас неодушевленное нечто более того слово пропозициональной семантики disaster catastrophe и так далее в качестве константов лексические ключи wait и happen определенная морфологическая форма и никакая иная только такая wait как причастие первое и синтактическая модель вторичный предикат плюс обстоятельства цели функциональная семантика субъекта помимо одушевленности характеризуется еще событийностью оценочностью и негативными коннотациями что произошло с исходной семантикой мы нейтрализовали конвенционализировали каким-то образом в силу негативной семантики вот этого скажем так субъекта появляется оценочное значение и вся конструкция лексикализуется у нас возникает некоторая идиома что-то waiting to happen и слот заполняется определенными лексемами фактически мы получаем так называемую конструкцию как самостоятельную единицу языка и прагматический лексиморфосинтаксис вообще свобода языковой единицы это понятие очень относительное она реализуется всегда в ситуации употребления вот этот usage based approach есть некая индийская синкразия то есть отбор или тяготение определенных лексемок употребления в определенном формате и ну скажем такого своего рода face control не любая единица в любую конструкцию войдет возникает грамматика конструкций и конструкции оцениваются как своего рода некие готовые единицы свойства пристыки которых характеристики которых есть результат сложного взаимодействия между лексиконом синтаксисом морфологией формы семантикой лексемы и прагматикой то есть фактически ответ на вопрос а что означает скажем глагол promise или order можно получить только если мы ответим на вопрос что означает целиком фраза кто-то пообещал что-то сделать или кто-то приказал что-то сделать грамматика конструкции на сегодняшний день в формате когнитивной грамматики конструкции вполне себе уверенно движется вперед и исходное положение ключевые фамилии в этом плане я обозначила на сегодняшний день у нас есть и диохроническая грамматика конструкции и конструкции и фрейбы и вплоть до вот таких энциклопедических изданий оксфорд хэндбук ну чего угодно оксфордские хэндбук бывают в данном случае оксфорд хэндбук оф конструкцион грамма и как это связано с проблемами перевода конструкционный языковой формат это та ситуация где переводчик лингвист общего профиля должен с одной стороны спрогнозировать уловить посмотреть проанализировать и далее задать программе определенные характеристики с тем чтобы программа далее аннотирована на некую цепочку как соответствующую определенному смыслу и как следствие соответствующей переводческой конструкции проблема в том что в отличие от того что у нас есть словари у нас есть референция грамматика у нас есть перечни морфологических у нас есть парадигмы морфологические перечни синтактических конструкций но конструктикона как такового у нас нет и здесь хорошо бы еще сказать о том что нам нужен фреймовый конструктикон то есть реализация средствами определенного языка особенности определенной ситуации и автоматический перевод я воспользовалась translate google вот этот первый пример выдает неудачный перевод не потому что машинный перевод это плохо или google translate не обучен потому что не включили пока на данный момент наличие вот такой-то такой-то конструкции кстати сказать если брать корпусы то там предлагается ну здесь нет необходимости вчитываться я воспроизведу то что в блоке выпадающим обозначено в корпусе сегодня включены ресурсы возможности автоматического перевода и возможность подключиться и предложить более удачный перевод здесь точно так же перевод неудачен корпусная база данных поисково-интерпретационные алгоритмы почему мы обращаемся к корпусу потому что нам недостаточно информации словарей и грамматик потому что нам нужно работать в контексте в очень широком смысле для чего для того чтобы выявлять и анализировать вот эти контекстуально обусловленные модели и соответственно выходить на обратную связь корректировать лексикографические данные грамматические модели и грамматические правила потому что язык развивается и меняется определенное правило почему мы обращаемся к метод-навыкам потому что это изменение определенной культуры обучения и изучения это изменение стратегии изучения языка и в определенном плане это создание некой своей собственной зоны ответственности я сам отвечаю и за получение и за интерпретацию некоторого фрагмента знаний и в дальнейшем вполне себе могу быть автономен даже если словарь не ответит даже если не ответит грамматика я смогу проанализировать и получить корректный ответ на случившуюся на встречную проблему я поделюсь опытом который сложился в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете на гуманитарном факультете изначально на факультет лингвистики дисциплина корпусная лингвистика у нас ведется мы подписаны на корпусная база данных сайт здесь представлен обычно существует под определенным зонтиком целый ряд корпусов какие-то пополняемые какие-то непополняемые но пользоваться удобно ну кстати сказать снова возникает вопрос платформы снова возвращаясь к докладу Андрея Валентиновича и так платформа возникла при переводе какого-то текста студенты говорят а у нас вот тут какая-то деплатформа словарь ничего не дает в кембриджском словаре никакой деплатформы деплатформ непонятно что это существительный или глагол у нас нет обращаемся делаем запрос создаем запрос новостной корпус дает нам достаточно приличное количество вот этих деплатформ делаем это в формате конкорданца получаем ну маркировка цветовая соответствует шестеречной аннотации сиреневый это глагол голубой это существительное в любом случае автоматическая аннотация все равно требует вот этой челночной процедуры а так это или не так автоматическая аннотация основана на определенных алгоритмах и система может ошибиться если ей не хватит определенного набора признаков по которым она должна оценить данное слово как существительное или глагол как мы здесь видим первый случай где система оценила слово деплатформ как существительное на самом деле это глагол в корпусных базах данных сегодня есть такие мощные ресурсы как я даже не могу назвать это словарем если мы открываем вкладку word то мы получаем все все что только может можно на сегодняшний день сказать об этом слове то есть это и тематические блоки где данное слово может встретиться все колокаты возможной сочетаемости сгруппированные по частям речи кластеры это уже коллигационные такие цепочки конкордансеры синонимы и антонимы и веб-сайты где данное слово используется превалирует доминирует однако для деплатформ ответа не нашлось показываю для примера что мы можем получить по платформ я тоже опасаюсь сказать что это словарь то есть это все что можно получить о платформе а вот это ответ по поводу деплатформ да действительно слово не так давно возникло оно не входит в число наиболее частотных и даже вот в таком формате пока не можем получить а что особенного в употреблении сочетаемости регистровой маркировки данного слова и тогда этот вопрос уже сами дисциплины в которых так или иначе применяются корпусы это и корпусная лингвистика и практическая грамматика и на уровне бакалавриата корпусная лингвистика и на уровне магистратуры используемые корпусы и базы данных многие не требуют подписки по-прежнему допускается выход с российских доменов это набор корпусов ланкастерского университета это BNC British National Campus шотландский корпус русскорпора со всеми параллельными корпусами не требует даже регистрации не требует по-прежнему доступен и хорошо работает и имеет параллельные корпусы корпус университета лица и очень интересный корпус это корпус TED с платформой TED вы знакомы там есть и параллельные вещи это скриншот сайта визитки странички для ланкастерских корпусов там очень много всяких разных и разговорные и письменные и пожалуйста Диккенс пожалуйста исторические какие-то основные типы задач которые решаются корпусом я полагаю что это те задачи которыми сталкиваются и те кто изучает язык и те кто начинает практиковать перевод сочетаемость с чем можно с чем нельзя доминирующие морфологические форматы да мы выучили все формы английского глагола но значит ли это что данный глагол будет употребляться во всех формах приоритетные синтактические функции да для прилагательного есть атрибутивная предикативная в равной ли степени данное слово будет употребляться и там и там регистровое маркирование где можно где нельзя лексические инновации как отследить что делать и как с ними дальше работать ну и в целом вот эти лекси морфосвинтактические форматы которые вбирают ответы на все вот эти вопросы алгоритм сначала нужно конечно сформулировать нулевую гипотезу на основе того что мы знаем и что мы себе представляем нужно уточнить конкорданс так называемой коллегационной модели то есть без конкретного реального наполнения отталкиваясь от какой-то начальной уже известного какого-то якоря да ну скажем с чем сочетается win и с чем сочетается выиграть допустим русский в русском языке выявляем типовую модель создаем запрос на заполнение модели отдельными единицами выявляем частотность вхождения отдельных лекси в модель так называемой коллокации и можно применить еще индексы диаматичности или меры связанности пример который буквально вчера подходит студентка на занятие по практической грамматике и говорит у нас в учебнике встретилось такое выражение как wounding pain мы открыли словарь и не нашли wounding может быть там что это такое что нам с этим делать мы открыли wound pain оно такое и есть словарь не помогает непонятно какая часть речи часть или прилагательная и мы создали несколько поисковых запросов мы получили показываю да у нас есть такая сочетаемость чтобы случайно не попасть на причастие можно уточнить и я не стала этого делать извините не стала насыщать можно создать запрос уточнить что это прилагательное использовать тег для прилагательных а можно маркировать всю атрибутивную конструкцию через артикль и тогда однозначно мы получим прилагательное студентка сказала да здорово замечательно мы посмотрели примеры и она попробовала использовать это скажем с каким-то еще одним глаголом и в другой конструкции в предикативе и тут потребовались новые запросы а можно ли использовать это как предикатив something is wounded получается что да разные запросы мы попробовали посмотрели как это переводится и мы получили при всем высоком достаточно качестве автоматического перевода мы получили wounded charge да не обвинение которое ну что угодно наносит урон тяжелое существенное ранящее да мы получили раненого обвинения после того как мы что-то получаем какие-то новые интересные вещи для того чтобы студенты с этим работали студенты работают еще с лексическим онлайн тренажером чтобы все эти слова не пропали и чтобы студенты потренировали в том числе и как создавать уже материал для самообучения студенты создают лексические карточки вот на такие единицы умлин у нас попадает в прилагательных образованное на основе при части первых и вот такую карточку студентка создала на умлин мы берем примеры из корпуса корректируем переводы если они нас не устраивают автоматически ну разной степени разного объема если возможно это можно проиллюстрировать картинкой но обычно признаковые слова картинкой не иллюстрируются это неудобно неудачно и еще один интересный очень момент так называемый метод проб и ошибок и так есть задачка у нас есть interestingly что это такое и как его используют нулевая гипотеза студент говорит это наречие хорошо потому что у нас есть такой-то маркер а как оно будет употребляться нулевая гипотеза употребляем с глаголами прилагательными другими наречиями возможный перевод мы предлагаем возможный перевод нулевая гипотеза в процессе нашего анализа может быть либо поддержана либо отвергнута мы создаем конкорданс выявляем коллегационную модель и получаем следующее что у нас вот это наше с вами interestingly используется либо вот в таком сочетании interestingly enough либо и сразу идет запятая для студентов ну скажем начинающих изучения начинающих обучения на переводческом факультете и тогда у всех разный уровень но тем не менее я показываю пример как студент сам приходит к тому что и как это надо интерпретировать мы повыходим на такую часть речи как сентенциональное наречие никаких глаголов прилагательных наречий вокруг и около не видно и возникает далее вопрос а как переводить интересно что или что интересно что интересно скорее будет соответствовать скажем устному регистру остальное письменному и еще один у нас не ищем время или я уже все я тогда еще один пример приведу о приоритетной синтаксической функции проще не придумаешь это слово big да какая из них приоритетная атрибут или предикатив корпус дает что в качестве предикатива 450 в качестве атрибута ну вот 404 цифра изменчива потому что корпус пополняемый да и студенты делают еще один очень интересный вывод что в качестве предикатива используется лексико-семантический вариант со значением размера а вот в качестве атрибутива используется лексико-семантический вариант со значением значимость если есть вопросы я готова ответить вот это самое главное речь идет о критическом воспринятии машинный перевод который выглядит гладким вот таким прекрасным иногда он как раз и дает я говорю у нас студенты шпионы они будут профессиональные переводчики и вот вас дает всегда тот момент когда мы понимаем что когнитивный дисонанс не растутил и мы понимаем как могла сделать только машина либо студент которого это не зажглась соответственно лингвист широкого профиля должен быть шпионом шпионом и постоянно проверять себя если вы хотя бы какой-то на момент задумать что а может не так или по крайней мере задавать себе вопрос а вдруг не так перепроверять себя это очень важно ну сразу хочу сказать что корпусы это ни в коем случае не панацея корпусы это тоже не весь абсолютно язык и буквально с прошлой недели случае там перевод кто-то там был легко одет студенты говорят lightly dressed ну хорошо вроде бы симпатично все другого студента возникает мусь возникает когнитивный диссонанс он заводит в корпус lightly dressed и он получает lightly dressed salad lightly dressed with бальзамик велика и мы вообще не получаем никого не получаем никого из легко одетых товарищей значит призываем на помощь нативных спикеров прижимаем к стенке а нормально lightly dressed ну нормально я вас пойму сказал опять же опять же задача а вас поймут это не наша конечная задача спасибо 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 сейчас мы рады анонсировать выступление Ивана Сергеевича Борчевского которого мы уже видим мы очень рады что вы с нами присоединитесь Иван Сергеевич вышел на связь с нами из Петербургского государственного университета он сотруднил в направлении комплективных исследований в том числе инженерной школы государственного университета и специалист а кроме того специалист в области виртуального перевода и руководителя сделают в правой доступности в руке доклад который нам сейчас рассказывал Иван Сергеевич называется обучение аудиовиквенному переводу через стенки звездам пожалуйста добрый день коллеги спасибо большое спасибо большое последующие доклады с большим удовольствием послушал с дрейсингом у меня тут есть в ресторан в ресторан в рамках в рамках в рамках в рамках в рамках в рамках сейчас я включу скарту теперь слушаю отсутствие похоже старт рублей есть есть там так это уникальный в 기억 zurück расскажу сколько сегодня сейчас вдруг плюс еду вопрос Я вхожу в редколлегию единственного профильного журнала по аудиозальному переводу. Я выпускающий редактор и также один из авторов платформы по медиадоступности. Я преподаю несколько предметов в различных учебных заведениях, в частности в школе аудиозального перевода, в Петербургском государственном университете, в УАПе, в Омском государственном университете и в высшей школе экономики. Помимо этого я практикующий переводчик и у меня моя фильмография есть на кинопоиске. Поговорим о преподавании аудиозального перевода. Мы все знаем, что в прошлом году был принят новый профессиональный стандарт специалистов области перевода, что побудило всю высшую школу переписывать свои учебные планы, ВОЗ и так далее. И впервые в истории нашего перевода было введено понятие аудиозального перевода. Причем было введено сразу несколько видов аудиозального перевода, как аудиозальный перевод в целом, так и аудиозальный перевод для лиц с особыми когнитивными потребностями, куда включаются и перевод на простой и ясный языки, и аудиодескрипция, и субтитры для глухих и слабослышащих, и перевод на русский жестовый язык. Так вот, если говорить о специалисте в области перевода, то аудиозальный перевод требует следующих знаний, навыков, умений. Это умение проводить предпереводческий анализ аудиозального материала, изучение глоссариев и иных материалов, предварительный перевод аудиозальных произведений для локализации и так далее. Здесь очень много требований, которые вы безусловно знаете, потому что они все хорошо перечислены в профессиональном стандарте. Вот, среди прочего, создание текста субтитров на исходном языке, редактирование текста субтитров, дубляж, закадровое озвучивание и многое-многое другое. Переводчик теперь должен уметь анализировать текст как переводчик фильма, именно не просто как устный или письменный переводчик, и, соответственно, его переводить. Надо сказать, что в нашей стране долгое время понимание аудиозального перевода было не вполне, скажем так, адекватным, потому что на протяжении последних лет, наверное, 30 или 40 под аудиозальным переводом зачастую понимался синхронный закадровый перевод. И если вы проведете исследование по литературе прошлых лет, то нередко вы можете встретить именно синхронный закадровый перевод, это перевод аудиозерных произведений. Также, помимо этого, нередко вы можете встретить такую вещь, что когда вы будете гуглить, например, известных переводчиков прошлого, великих переводчиков прошлого, то вы можете увидеть, что среди них перечислялись в основном синхронисты, которые в эпоху VHS переводили гнусавыми голосами фильмы, кинопродукции зарубежных стран. В целом же, о реальных переводчиках фильмов прошлых лет мы практически ничего не знаем. В последние пару лет я провожу исследования, так, в общем-то, для себя большей частью, по поиску имен тех самых переводчиков, которые переводили фильмы, которые нам всегда нравились. То есть, кто переводил комедии с Луидой Финайсом, например, кто переводил фильмы американские, немецкие, французские, польские фильмы, кто были эти люди. И вот у них как раз и стоит поучиться тому, что такой аудиозерный перевод, потому что на тот момент советская школа перевода настигла необычайных высот. Так что было полное впечатление, что иностранные дикторы, иностранные актеры говорят по-русски. Если говорить о преподавании аудиозерного перевода, то хочу сказать пару слов о том, что же должен знать преподаватель аудиозерного перевода. И начать я хочу вот с небольшого видеоотрывка. Это отрывок из сериала «Метод крекера». Спиноза. Спиноза. Декарт. Попс. Лок. Рейт. Адам. Ян. Мэйр. Солден. Солден. Болей. Белрейк. Апо. Вот такая лекция. Хорошо было бы раскидаться книгами по аудиозерному переводу, но проблема преподавания аудиозерного перевода в том, что учебников по этой дисциплине просто не существует. Несмотря на то, что было защищено множество, как ВКР, множество магистрских диссертаций и даже ряд кандидатских диссертаций на тему аудиозерного перевода, ни одного пособия по аудиозерному переводу в природе не существует. К сожалению. Надеюсь, что скоро эта ситуация исправится. Почему не существует? Потому что нередко наблюдается такой перекос. Практики, которые хорошо переводят фильмы, которые хорошо укладывают фильмы, как правило, очень далеки от науки и не стремятся обобщать свой опыт просто потому, что им некогда не работают. А теоретики, которые могли бы что-то сделать, преподаватели, которые могли бы что-то сделать, как правило, им не хватает той самой практики. И они преподают и пишут какие-то работы достаточно теоретически. Вот сегодня я хочу просто коснуться нескольких моментов, которые стоит учитывать как при преподавании аудиозерного перевода, так и при написании тех же самых выпускных и рисованных работ, магистрские диссертации. Потому что очень важно, чтобы мы как преподаватели переводы понимали специфику этого вида деятельности и, соответственно, могли донести до студентов эту информацию правильно. Потому что не секрет, что 98% выпускников в наших российских вузах не проходят тестовые задания в крупнейших компаниях по локализации фильмов. И опять стоит сказать, что это не вина этих студентов. Речь идет не о знании английского языка, не о знании русского языка. Речь идет о том, что эти выпускники не имеют навыков перевода аудиозерных произведений. В показательном случае у меня есть коллега, она замечательная переводчица, человек с хорошим знанием английского языка, русского языка. Кандидат наук, филологических, 20 с лишним лет стажа работы переводчиком в очень сложной отрасли. И тем не менее она не смогла. Она пять или шесть раз сдавала тестовые задания, чтобы попасть в переводческую компанию по переводу в фильм. И хотя у нее не получалось, она не сдавалась, она в конце концов прошла задание, но переводить она смогла только лишь ограниченный набор фильмов, которые по стилистике подходили к ней, потому что не было у нее навыков перевода именно фильмов и потому что этому никто практически не учил. Мы же хотим, чтобы наши студенты были трудоустроены, мы хотим, чтобы они смогли найти работу и выдержали конкуренцию на рынке труда. Более того, сейчас в нескольких вузах страны аудиозерный перевод преподается либо как дополнительная дисциплина, либо уже есть магистратура по аудиозерному переводу. То есть так или иначе количество студентов, обладающих такими специфическими навыками, будет расти, а соответственно очень важно, чтобы они могли потом получить работу. Потому что если мы будем преподавать совсем не то, что требует рынок, то будет достаточно сложно. Итак, в чем особенность аудиозерного перевода или АВП? Аудиозерный переводчик, в отличие от письменного переводчика, не может переводить в стол. Вот если мы почитаем биографии известных великих советских переводчиков, российских переводчиков, то, например, тоже Виктор Болышев, он в воспоминаниях как-то писал, что вот ему понравилась какая-то книга, он ее перевел для себя и положил в стол. Или знаменитая история с переводом Гарри Поттера, когда переводчица Мария Спивак, она для себя, ей просто понравилась книга про Гарри Поттера, и она просто для себя на таком легком позитиве перевела несколько книг, позже она там выложила их в интернет, но в целом она переводила для себя. И в принципе у нее перевод был закончен, она перевела для себя, вот, и тот факт, что он был опубликован или не был опубликован, никак не влияло на этот перевод, он уже был закончен. В отличие от этих видов перевода, от письменного перевода, аудиозерный перевод завершается лишь тогда, когда он появится на экране в виде субтитров или будет озвучен. И здесь важный момент, потому что аудиозерный перевод при этом после переводчика проходит через несколько рук, может быть даже через десятки рук. Вот я для примера просто погуглил в интернете и нашел несколько работ, диссертаций магистрских на тему переводческие трансформации при Дублеже. И там очень хорошо разбирается, очень приятно, что выпускники и магистры читают правильную научную литературу, читают книги по теории перевода, потому что я всегда считаю, что теория перевода помогает во многих отношениях, во многих областях, ее нужно знать. И мне не нравится, например, переводчик, который утверждает, что мы и без обучения умеем хорошо переводить, потому что все хорошо до поры до времени. Так вот, и в этой работе перечислены переводческие трансформации при Дублеже, целостное преобразование, добавление, опущение, компенсации и так далее. Много чего перечислено. Но вот здесь есть один момент. Все эти хорошие, грамотные, теоретические положения, то есть видно, что и магистрант, и его научный руководитель провели огромную работу по расшифровке аудиодорожек, фильмов, как в оригинале, так и в переводе. Они провели огромную работу по классификации всего, что они выявили. Однако все это разбивается об одной интервью, например, которое дал знаменитый актер Дублежа Сергей Брунов, который в одном из интервью признался, что при озвучивании фильма, мультфильма «Рататуй», он пишет, тогда режиссер Дублежа Павел Урсул придумал вложить в хуста главного героя строки из Пушкина, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Это сработало, сцена заиграла. То есть переводчик переводил, поскольку мы уверены, что переводчики у нас хорошие, они знали все эти особенности перевода, теорию перевода. Переводчик переводил, имея в голове вот все это. Но режиссер Дублежа вместе с актером Дублежа решили все это поменять. И если в научной работе, которая анализирует Дубляж, приводятся примеры из перевода каких-либо фильмов, то тогда надо указывать, что это примеры, взятые из уже озвученного фильма. И у нас нет гарантии, что именно переводчик подобрал ту или иную фразу. Нередко режиссеры и актеры Дублежа даже не владеют тем языком, на котором снят фильм. Ну, кое-кто может быть владеет немножко английским, кто-то немножко владеет французским, но в целом, в целом, они не владеют языками, они не знают теории перевода, они не знают всех наших переводческих приемов и переводческих трансформаций. Поэтому анализировать их перевод с точки зрения теории перевода нельзя. Что мы видим при обучении? Вот эта особенность, к сожалению, не учитывается современными преподавателями перевода в том числе. Многие берут фильм с экрана, расшифровывают звуковую дорожку и дальше ее анализируют, но это не анализ перевода. И поэтому научить переводу, именно переводу, анализируя то, что звучит на экране, не всегда возможно. Потому что в данном случае в дело вступает несколько других профессий. Вот вам просто приведу пример. Вот этот случай с интервью Сергея Бурнова очень обиден для меня, для как переводчика и для моих коллег. Почему? Вот пример работы переводчика над фразой из двух слов. Ну, здесь три, если читать артикль. Но в русском языке, возможно, там было бы два слова. Герой фильма заходит в бар, в стендап-клубе и заказывает коктейль «Седрик Зе Энчелада». Это явная аллюзия на знаменитого актера и комика «Седрика Энтентейнера». Того самого, который в мультфильме «Мадагаскар» озвучил короля Лемура. Так вот, переводчик придумал 195 вариантов перевода этого слова. Чтобы было так же смешно. То есть, чтобы была аллюзия на какого-нибудь известного актера. И чтобы при этом была какая-то кулинарная подоплека при этом. Тут и у нас кофе «Альбачино», и «Джонни Хлеб», и «Том Аргус», и «Арнольд Шварцбургер», и «Яйца Камбергетч» и так далее. Дело в том, что сам процесс поедания, выпивания не был показан, поэтому подбирал переводчик различные варианты. Ричард Жирки, Фир Сазерленд, Джирлен Капперсон, Хайкин Пряникс, Хинкали Миноук и так далее. Вот 195 вариантов. Это работа одного переводчика над одной фразой. Можете представить, какой труд проводит аудиовизуальный переводчик, готовя перевод того иного фильма. И поэтому, когда актер-развучание или режиссер-развучание просто выбрасывает фразу, это говорит немножко даже о неуважении к работе переводчика. Но в том числе это показательный пример того, как даже удачная в переводе фраза, которая будет смешна переводчику и всем, кто его слышит, которая будет соответствовать всем канонам теории перевода, она может быть заменена просто потому, что режиссеру показалось, что надо как-то по-другому. Поэтому очень важно понимание всей производственной цепочки при аудиовизуальном переводе. Переводчик – редактор, который нередко ухудшает перевод. Укладчик – режиссер дубляжа, наблюдатель от правообладателя, режиссер дубляжа снова и потом уже актер дубляжа. И вот только после этого перевод звучит на экране, но, как правило, он нередко отличается от того, что переводчик вкладывал. Мне приходилось читать в переводческой группе мнение одной переводчицы, она переводчица французского, очень известная ее переводы. Она перевела много фильмов с французского языка, но после нее она не умеет укладывать под дубляж, и после нее прошелся укладчик и редактор, которые изменили текст настолько, что она попросила не упоминать ее вообще ни в титрах, ни как, потому что ведь это не мой перевод, я переводила совершенно по-другому. То есть здесь надо понимать, что нередко и укладчик, и режиссер дубляжа, и редактор могут полностью кардинально изменить первоначальный переводческий текст. Поэтому если есть необходимость анализировать переводческие приемы, то лучше найти переводчика, который этот фильм переводил. Сейчас это доступно с помощью той же базы кинопоиска или с помощью, иногда бывает переводчики озвучиваются в конце фильма, и если переводчик недоброжелательный, то можно связаться и попросить оригинал перевода для того, чтобы анализировать именно его. И, кстати, немножечко в защиту переводчиков скажу, что многие так называемые ляпы в переводе объясняются не переводческими ошибками, а работой режиссера дубляжа или укладчика. Почему? Кстати, нередко укладчик сам не владеет языком, на котором снят фильм, и ориентируется только на подстрочник, который ему предоставляет переводчик. Так вот, когда мы смотрели на Первом канале сериал про Шерлока, Шерлока Хома с Менедиктом Камбербачем, то после выхода одной из серий переводческое сообщество очень долго возмущалось, потому что там переводчик якобы перевел и вложил в густа героя фразу «рыба с чипсами». Рыба с чипсами. Это буквальный перевод английского «fish and chips». И те, кто знаком с британским английским, понимают, что чипс в данном случае – это жареная картошка. Ну, картофель по-деревенски. И я просто уверен, что переводчики, переводящие для Первого канала, это особенно знают. Но просто мне трудно представить профессионального переводчика, который не понимает, что чипс в данном случае – это жареная картошка. Но вот укладчик, скорее всего, это был вопрос укладчика, укладчик посчитал, скорее всего, иначе и подумал, что вот чипсы… Ну, там же говорят чипсы, почему мы не можем сказать чипсы? Нам подойдет лучше. Поэтому большая часть ляпов переводческих – это, как правило, вина все-таки режиссера и укладчика. И вот в связи с этим в отношении преподавания аудиозуального перевода и в отношении знаний и умений преподавателя аудиозуального перевода я считаю, что должна быть вот такая иерархия знаний, навыков и умений. Знания основ киноязыка в первую очередь, хотя бы начальные знания в сфере сценарного мастерства, большой словарный запас и наличие огромного количества словарей, которые помогут, и лишь в последнюю очередь, собственно, переводоведники. Потому что, как мне кажется, это мое мнение, но оно основано на опыте и анализе множества других работ разных авторов. Перевод фильмов под дубляж особенно, под закадровое озвучивание, это больше сценарное искусство, нежели, собственно, перевод. Потому что, что мы переводим в аудиовизуальном переводе? Единица киноперевода – это киносцена. И визуальный ряд у нас всегда в приоритете. Текст у нас вторичен. Мы подчиняем наш текст визуальному ряду. И как бы мы не хотели перевести, может быть, как-то более остроумно или что-то, мы зависим от визуального ряда. И особенно это если в дубляже, когда нужно попадать в артикуляцию актера, когда надо попадать в губы актера, то мы зависим еще и от губ актера. Это еще сложнее, чем переводить стихи, потому что перевод должен быть и эквиритмичным, и еще и артикуляционно совпадать. И если мы это не учитываем, то наш перевод будет страдать очень сильно. Ну, например, вот очень известный переводчик эпохи ВИЧС, я даже не буду называть его имя, потому что достаточно легко это погуглиться, цитата это очень легко гуглиться. Именно тот переводчик, который дал, собственно, такое название, как «гнусавые переводчики», благодаря особенностям его произношения, и он в одном из интервью сказал, что когда я перевожу, я обычно смотрю в пол. То есть приоритет при переводе фильмов смотреть на экран, чтобы видеть, что происходит, переводчик смотрит в пол. Что происходит, когда переводчик смотрит в пол? Вот замечательный случай из моей практики, когда мне пришлось редактировать перевод. Сериал американский про музыкантов в стиле кантри, и вот «Победа словаря над здравым смыслом». Вот предыдущая коллега очень хорошо сказала, что студент посмотрел «Боут» в словаре первое значение и выдал. Вот здесь герой говорит, это вам отправила ваша дочь через мессенджер и подает женщине пакет. Мессенджер – хорошее слово. Переводчик упустил еще много других интересных вариантов, например, «глашатай», «притеча», «несущий трос» или «информационная РНК». Такие переводчики по-английски говорят только со словарем, а с людьми пока у них не получается говорить. Поэтому при аудиозайном переводе мы не переводим фразы. Единица перевода у нас не фраза, не предложение, не абзац, а киносцена, в которой происходит действие. Еще одна, один первая переводчица, которую мне удалось редактировать, она сказала, что у нас русский язык в восьмом классе закончился. Говорит вполне себе приличная и образованная дама лет шестидесяти. Но вот у некоторых действительно русский язык в восьмом классе заканчивается. К сожалению, они больше ничего не могут выучить. И вот один из таких примеров того, как русский язык закончился, это перевод фразы «are you ok?». Конечно, даже сами американцы смеются над этой фразой в собственных фильмах, потому что нередко эта фраза обыгрывается, когда кто-то из героев спрашивает «are you ok?», и другой герой возмущается «no, I'm not». И здесь вот тоже на картинке «Синтия, ты в порядке?» Ну, зашибись, кровь течет из-за дела. Но человек интересуется, как ты. Но в переводе, что бы там ни говорили в оригинале, в переводе, конечно, мы должны постараться отразить ситуацию, контекст тот самый, да, ситуацию, в которой происходит действие. Но если посмотреть в базе данных перевода памяти, то наши коллеги перевели эту фразу только лишь одной фразой. Посмотрите. Ты в порядке, вы в порядке, ты в порядке. И, в принципе, других вариантов в памяти перевода, которые есть сейчас в интернете, это reverse context сайт, других вариантов практически нет, фактически нет. Поэтому переводчик в данном случае, он больше должен быть сценаристом для того, чтобы придумать, какая фраза в данном контексте будет отражать состояние героя и тот вопрос, который он хочет задать. То есть это, по большому счету, сценарная работа, а не работа переводчика как такового. Потому что нередко фраза в переводе, которая будет звучать, она не содержит ни одного эквивалента из оригинала. То есть только, если может быть, местоимение. И то не всегда. Поэтому здесь это больше сценарная работа, на мой взгляд. И, собственно, это подтверждается опытом советских кинопереводчиков, большинство из которых были сценаристами или режиссерами, и которые были членами союза кинематографистов, а не союза переводчиков. Поэтому без кинематографического образования, даже в наших языковых вузах, без основ, точнее, хотя бы киноведения, нам будет трудно вырастить хороших аудиовизуальных переводчиков. Переводчик должен учитывать, что есть такое понятие коллективный автор, и коллективный автор фильма обращается к нам на разных языках. Гамбье и в Гамбье насчитывает до 15 семиотических знаковых систем в кадре, которые присутствуют в нем одновременно. И, соответственно, все эти семиотические системы мы должны учитывать, сводя их к одному, к словам. То есть это такой гипосемиотический перевод, в котором мы учитываем и музыку, и слова, и образы, и шумы, и мимику, и жесты, и многое-многое другое. Поэтому, если говорить об аудиовизуальном переводе, то мы пересоздаем на нашем родном языке то единство многоуровневое, которое существовало на исходном языке. И вот интересно, что мое предложение, такое мое мнение, что мы должны в наших научных работах о кинопереводе, об аудиовизуальном переводе, помимо переводческих оценок, помимо переводоведческих оценок, включить и критерии оценки сценарной. Например, вот критерии оценки качества диалога с сайта сценарист.ру. Здесь шесть пунктов от лучшего к лучшему. И здесь вот как раз хорошие критерии, которые покажут, насколько будет удачен тот или иной перевод. Ну, например, здесь рекомендуется, чтобы фразы пошли в народ. Конечно, когда мы смотрим фильм на родном языке, то очень многие фразы уходят в народ. А сколько фраз из переводных фильмов ушло в народ? Сколько фраз из переводных фильмов стали мемами? Не очень много. Один из самых удачных вариантов, это сериал, который шел несколько лет назад, и его переводил мой коллега Вячеслав Морозов из Владивостока. И именно с его легкой или нелегкой руки появился мем про Карла, когда кто-то что-то кому-то доказывает, а в конце прибавляет Карл. Это взят из фильма, по-моему, «Ходячие мертвецы» из сериала. Я боюсь ошибиться, но что-то там про мертвецов и зомби было. И один герой другому говорил, и вот эта фраза пошла в народ. Что говорит о том, что очень хорошо переводчик почувствовал, что и как может сработать. А актер еще и хорошо озвучил, чтобы интонационно это все сработало. Или вот еще вариант оценки сценарных диалогов, которые тоже можно включать в анализ переводных диалогов, в том числе. Использование новых технологий тоже очень важно. Сейчас я вам хочу показать небольшой видеоролик. Надеюсь, он сейчас вам будет виден. Это видеоролик, созданный мной фактически на коленке, но с использованием технологии нейроаватара и нейроголоса, где я объясняю, что такое дубляж и как с ним работать. Вот две минутки я вам покажу. Фонологический перевод – это вид перевода, при выполнении которого фонологией языка источника заменяется эквивалентной фонологией языка цели. В основе переводного эквивалента в данном случае лежит отношение фонологических единиц языка источника и языка цели к одной и той же циковой цели. Этот вид перевода применяется... У вас звук есть, но изображения нет. Секундочку, сейчас тогда я... Одну секундочку, чтобы я понял, почему нет. Сейчас, простите. Остановить. И сейчас я просто одно другое переключу. Вот оно. Все, простите, пожалуйста, коллеги. Все пошло. Фонологический перевод – это вид перевода, при выполнении которого фонологией языка источника заменяется эквивалентной фонологией языка цели. В основе переводного эквивалента в данном случае лежит отношение фонологических единиц языка источника и языка цели к одной и той же звуковой субстанции. Этот вид перевода применяется при дублировании фильмов, когда переводчик выбирает лексические эквиваленты, фонологическая форма которых выполняет те же стилистические функции, что и в языке источника. Рассмотрим эти положения на небольшом примере. Возьмем несложную фразу из фильма на английском языке. Are you sure about this? Поиск в базе памяти перевода показал, что большинство коллег переводят эту фразу примерно одинаково. Вы в этом уверены? Однако артикуляция актрисы в оригинале и в переводе не совпадает. Что же делать? Давайте запишем транскрипцию английской фразы русскими буквами. Подумаем, как можно задать тот же вопрос, но другими словами. Кстати, вам может помочь словарь русских созвучий и словарь синонимов. Кажется, мы нашли идеальный вариант. А вы не ошиблись? Давайте поставим наших актрис рядом, а вы сравните их артикуляцию. А вы не ошиблись? Уверен, вы не успели рассмотреть. Попробуйте еще раз. А вы не ошиблись? Немного труда и упорства, и у вас получится подбирать аналогически точные эквиваленты. Как видите, здесь был создан нейроаватар с помощью компьютерной технологии, компьютером голосом. И вот такое небольшое видео позволяет продемонстрировать студентам определенные способы перевода фильмов на другие языки. В принципе, эти технологии доступны сейчас очень многим преподавателям и не требуют какого-то специального обучения. Поэтому мы переводим фильмы. Конечно, не всегда, не все переводчики одинаково полезны. Не всегда получается это сделать хорошо. Но, тем не менее, если мы будем прилагать усилия и учитывать то, что киноперевод сравнивать больше сценаристике, нежели самой теории перевода, то мы сможем разнообразить наше преподавание, сможем повысить его качество и сможем выпускать конкурентоспособных переводчиков. Спасибо вам большое, коллеги. Спасибо большое, коллеги. Теперь ты меня будешь немного лучше видеть. У нас много студентов в аудитории. Привет еще раз. Все вдохновились и как минимум хотят в профессию аудиовизуального переводчика. А у нас есть курс аудиовизуального перевода. Есть, есть, есть. Да, у нас... Да, я знаю, что у нас, когда ты курс, меня вы их не знаете. Вот. Я даже знаю, кто вас преподает. Это очень хорошо. Спасибо. Я также разведка донесла, что в начале декабря вы будете в городе у нас. Да, я вот, к сожалению, даю вам до вас чуть-чуть. Мы очень рады вас видеть у нас. Если у вас найдется время. Спасибо большое. С удовольствием. С удовольствием. Спасибо. Мы тогда свяжемся. Спасибо. Можно прямо оттуда, наверное, будет запустить. Можно. Давайте отключим. Завершать доклад. Всем, кто остался в живых и еще не окончательно проголодался до обеда. Еще два. Еще два. Ну, тогда держитесь. Сейчас мы будем слушать очень интересный поворот вообще в том, что такое перевод. Не загружаетесь? Правда, заработала. Равнодисменты. Доклад называется «С русского на русский». Представляете, мне надо учить иностранные языки. Но надо учиться переводу при этом. Вот как это можно делать? А, погружается? Мне кажется, он может сейчас запустить. Да. Что это такое простой ясный язык? Сейчас нам все расскажут. Оно? Ну, если оно, демонстрация. Да, демонстрация. Давайте. Пойдет. Ага. Все, началось. Да, начинаем. Всем еще раз добрый день. Рады, что вы опять же остались живы. Несмотря на то, что у нас с мамой прекрасный снег на улице. И, возможно, обед. Но мы с вами. И большое отдельное спасибо студентам. Надеюсь, что вы получаете удовольствие и немножко видите какие-то новые векторы развития для себя в будущем. И в настоящем. Отдельное спасибо Ване за вводный этот, за свой доклад, да? Про аудиовизуальный перевод аудиодистрииции. Не знаю, сейчас у меня получится. У вас здесь есть вообще интернет, да? Я как раз хотела сделать такой вот переход. Вот что-то он тут у меня не открывается. Давайте я скопирую отсюда и вставлю. Да? Хотела сделать переход тоже еще одно видео. Иван у нас очень талантлив в разных сферах, как аудиовизуальный переводчик и как создатель отдельных... Ох, погружается, да? Переход для видео, в принципе, вводный, о том, что такое ясный язык. Иван, помимо аудиодистриции, также темой ясного и простого языков тоже занимается. В нашей рабочей группе в Ассоциации преподавателей перевода, у нас такая группа, он тоже участвует в работе. И сделал... Не работает, да, наверное? Ну, если что, я, наверное, может быть, тогда дальше пойду, а потом... Оно срабатывает. Вот включить содержимое нужно нажать, мне кажется. Это как раз видео содержимое. Может быть, тогда оттуда сработает. Если вдруг не получится, то в конце можно будет включить. Сейчас поднимает. Получается? Ну, ладно, тогда был с ним с видео. Так, и теперь... Чуть-чуть подумать ему. Давайте. В таком режиме, а в районе мы живем, говорю, хотела сегодня сказать всем участникам большое спасибо, что пришли студентам и преподавателям особенно. Наш темп жизни и наполненность дней уже на грани фантастики иногда бывает. Даже выделить на мероприятие, прийти особенно очно, сейчас очень сложно. Вот, поэтому здесь отдельное такое. И когда что-то начинает немножко... Кажется, идти медленнее. Давайте я лучше пойду без него. Я в конце его включу для... Давайте я в конце тогда, да. Давайте на презентацию тогда, да. А то вдруг он будет совсем долго думать. Ага, и вот так. О, хорошо. Тема, как уже сказали. Так. А где кнопочка? А, вижу. Здесь надо мне стоять, да, получается? Ну, ладно. Тут просто из-за браузера его немножко. Да? Давайте мы его закроем. Браузер тогда. Техника. Техника немножко устала, да. Он теперь до техники... Мы выдерживаем, а техника уже нет. Ну, давайте. О, вот это, мне кажется, оно. Я сейчас просто нажму дальше, он поменяет. Нет, он что-то делает. О, все, слава богу, план включился. План моего доклада старался здесь излазить кратко о том, вначале должно было быть рассказ о том, что такое у нас ясный язык и для чего он нужен. Но, тем не менее, я дублирую это на слайдах тоже и кратко ввожу в тему, что такое текст, почему текст не всегда равно коммуникация, что такое доступный текст, что такое тема вообще ясной и простой языки за рубежом в России и делаю выводы. Поскольку время доклада тоже ограничено, да, я поэтому старалась как можно больше сократить той информации такой очень теоретической о том, что такое разбор определений, разбор терминов и так далее. Опять же, с учетом того, что у нас целевая аудитория, в том числе и студенты, которые могут устать от большого количества определений текста на слайдах. Вот. Но скажу три основные ответа на три вопроса, которые возникают практически всегда, когда я выступаю с этой темой в разных аудиториях, мне уже страшно нажимать. В общем, три вопроса, которые возникают. Первый вопрос, ответ на него, да, что неужели это действительно два языка, ясный и простой. Однажды у меня коллеги, когда я выступала в Сириусе на конференции по инклюзии, они очень так тактично исправили опечатку и в программе написали ясный и простой язык. Я как раз выступала тоже с таким докладом, они тактично это исправили, посчитали, что, видимо, опечатка. Вот так вот, значит, языка два, не один. Даже на самом деле, если там углубляться, то их может быть бесконечное почти количество. Вот, но поподробнее в презентации расскажу, почему два таких базовые деления, да. Доступный текст и два вида языка, ясный и простой. Второй ответ на второй вопрос, что это как бы перевод, да, с русского на русский, перевод на ясный язык и на простой язык, что это тоже переводы, внутриязыковой только вид перевода. Здесь обычно этот вопрос больше возникает в аудитории, которая не знакома с переводческим процессом и не понимает, что перевод – это не просто перестановка. Вулф – это не просто мы взяли словарь и первый попавшийся болт, который я немецкий язык, прошу прощения, у меня поэтому будут произносить не так красиво, как это делают коллеги с первым английским. Ну, тот же самый болт, чтобы понять, что это что-то иное. Или когда еще бывает такой, да, нам задают вопрос, скажи, как это переводится. Это же переводчик и любое слово. Тут коллега у меня недавно приводила еще более веселый пример, когда, слава богу, мой муж понял, что такое переводчик. Мы были на конференции международной, подходим к разным стендам, и там вот какой-то агрегат. Ну, я не понимаю, что это какой-то котел. Какой котел, я в этом не разбираюсь, в этом предмете. Он мне говорит, ну, ты переведи, что это такое. Я ему говорю, нет, я не могу это перевести. Он говорит, почему? Ты же… А, нет, скажи, что это такое. Я говорю, я не знаю, что это такое, не могу. Он говорит, ну, ты спроси у них, что это такое. И они тебе скажут. Он говорит, если они мне скажут, я узнаю, как это будет называться на немецком языке. Но как это называется на русском языке, я так и не буду знать. Говорит, в смысле? Ну, ты возьми да переведи, что там такое. Сложно. Так вот, обычно вопрос о том, что это действительно перевод, что для того, чтобы нам одну мысль выразить иначе, нам нужно пройти некий переводческий процесс, обычно возникает вот история, которая с переводом не связана. Так вот, ну, на всякий случай, если вдруг у кого-то возник такой вопрос, да, перевод с русского на русский, да, внутриязыковой перевод, это тоже один из видов перевода, который рассматривался еще якобсоном. Ну, сейчас тоже углубляться в это не буду. Следующий и последний, третий вопрос о том, что перевод на ясный и простой языки, или, в принципе, перевод на какой-то упрощенный язык, может убить великий и могучий русский язык, что нужно запретить разные упрощения. И поскольку язык у нас красивый, нужно поддерживать его в такой форме всегда. Здесь тоже на этот вопрос ответ нет. Ясные и простые языки, они ни в коем случае, во-первых, они не настолько сильны, чтобы убить великий и могучий русский язык. И для каждого, я так иногда привожу сравнение, что для каждой ситуации, когда мы куда-то собираемся, одеваемся, да, мы выбираем одежду в зависимости от той ситуации коммуникативной, куда мы идем. При этом одинаково хороша одежда домашняя, удобная нам, там, или для сна, в которой удобно находиться в той или иной ситуации. И понятно, что есть вечерние наряды, есть какие-то деловые костюмы и так далее. То есть как одежда для каждой цели хороша, та, которая удобная и соответствует ситуации, точно так же язык, ясный и простой язык, они необходимы для определенных целей, для определенных целевых аудиторий. И они не могут влиять на великий и могучий русский язык. Там никто не говорит, что нужно нам великого иногда в дебатах такое звучит, что там великий Пушкин, Толстой, Достоевский, они будут упрощены. Нет, речь про другое. Вот. Это такие буквально вводные фразы. И теперь про текст, который не равно коммуникации. На самом деле, когда мы говорим про текст, не равно коммуникации, наиболее явно всем это понятно, когда мы говорим про иностранный язык. То есть, условно, если существует текст, нет еще гарантии, что коммуникация тоже будет. Иногда мы думаем, мы написали текст, кому-то что-то сказали сделать, и так и произойдет. К сожалению, так происходит не всегда, и причины бывают разные. Наиболее понятно, это, конечно, когда текст написан на иностранном языке, мы его передаем человеку, который этот язык не знает, коммуникации не будет, потому что текст не будет выполнять свою функцию из-за разницы языков. Другой пример, который тоже понятен, и тоже это уже рассматривается как перевод давно, так скажем, история более долгая, чем у ясного и простого языков, это когда человек не слышит или не видит, то текст, написанный там или звучащий, для него будет тоже не текстом, коммуникации не будет. То же самое Иван сегодня про это не говорил, у него один из видов направления его деятельности – это аудиодескрипция. То есть, когда аудиовизуальный перевод осуществляется для людей, которые не видят, и идет описание того, что происходит на видео, в фильме дополнительный такой тоже перевод для людей со специальными, с особыми потребностями. Либо русский жестовый язык, который больше всем известен, мы все уже это очень давно традиция существует, люди, которые не слышат, для них существует русский жестовый язык. Кстати, студенты, может, не все знают, что у жестового языка есть тоже добавление русский, он или английский жестовый язык, или немецкий не отличается. Так вот, здесь, вам кажется, все понятно. Текст есть, если человек не может его прочитать, понять и так далее, он не будет выполнять роль коммуникации. Но это касается не только таких вот полярных случаев, когда нам все ясно и понятно. Текст не равно коммуникации, даже когда мы пишем на русском языке. Казалось бы, людям, которые говорят тоже на русском языке, подробнее, почему там это в разных ситуациях происходит, попозже расскажу. А сейчас вот такой приведу небольшой, очень простой пример. Когда мы пишем какой-то текст, вот, например, собака. Кажется, это вроде конкретное понятие, которое вызывает примерно одинаковые, у нас должно вызывать примерно одинаковые какие-то ассоциации в голове, но тем не менее, в зависимости от опыта человека, в зависимости от его, от того, где он работает, чем он занимается, с чем он сталкивается каждый день, вот эти вот ассоциации и смысл, который будет появляться в голове у человека, он будет разным. В частности, да, кто-то, возможно, студенты вряд ли узнают, кстати, эту аллюзию, а кто-то подумает, что это какое-то ругательное слово, да, ну вот здесь слева, где изображение царя, а вот здесь написано «Чего же тебе еще надо, собака?» Это цитата, мы что-то видели или нет? Не видел? А, ну вот, видели. Просто уже не все, не настолько популярно может это быть в нашей культуре. Вот, кто-то вспомнит какую-то злую собаку, или не злую, очень громко давкующую собаку, которая живет где-то в окружении у соседей и раздражает, да, будет другое, другие коннотации возникать. Для, ну, человек при этом мог иметь в виду вообще маленького щенка, милую собаку, такой хороший щенок, который она любит и, возможно, хочет, чтобы у него появилась собака, да, как малыш-малыши и Карлсоны. Для кого-то это будет каким-то блюдом, вкусным деликатесом, да. А если человек, например, занимается в IT, работает в IT, то для него это будет тот самый ЭД. Первое, что появится в голове, это будет ЭД. Здесь недавно я с таким тоже случаем столкнулась, со студентами, между прочим, где поняла, что это очень работает и одно и то же слово вызывает разные вообще ассоциации, вот эти вот впечатления и имеет разный эффект. То есть у меня, я посылаю слово с одной целью, у меня студенты, есть группа очень такие хорошие, ну, хорошие все студенты, ну, то есть прилежные, они все время выполняют все задания в срок, и особенно там есть несколько ребят, ну, всегда есть такие ребята, которые все выполняют срок, все сдают, и как бы даже уже, когда проверяешь, есть или нет, это работает, иногда ставишь автоматом галочку, сто процентов было сдано. Тут я проверяю, смотрю, что-то мне двое, которые всегда точно сдают, и я бы не уверена, они почему-то не прислали мне ничего, я с ними уже давно преподаю у них, удивляюсь, и даже подумала, что, вероятно, они куда-нибудь, может, не туда отправили. Ну, или что-то произошло техническое, пишу им двоим письма, что-то от вас не получило домашнее задание, пишу слово «удивили». И, по-моему, я даже поставила смайлик, или вот такую скобочку, на что мне одна из студентов отвечает, там, да, извините, я что-то забыла, не туда отправила, вот, пожалуйста. Вторая не отвечает ничего, но позже присылает текст. На следующий день я говорю, почему вы мне ничего не ответили, тем более я написала не какое-то такое грозное письмо, там, не взывалась к совести или к чему-то, просто действительно он был такой легкий, неформальный даже, что удивили. Она говорит, у меня на слово «удивили», я, говорит, очень из-за него расстроилась, у меня негативные ассоциации с детства, что вот какое-то слово «удивили», это всегда была какая-то очень сильная критика. Говорю, ну, ничего себе, я имела в виду, наоборот, неформальный, а вы так это восприняли. Вот, это такие отдельные примеры. Более подробно о том, вообще какие коммуникативные барьеры существуют в восприятии информации, как они мешают нашему тексту работать так, как мы хотим. Даже вы, когда пишете какой-то текст, например, вы просите перенести какой-нибудь экзамен, да, ну, не экзамен, а какую-то пересдачу, или позже прислать домашнюю работу, у вас есть какая-то цель, вы хотите, чтобы вам разрешили. Но то, как вы создадите вот это, как вы напишете этот текст, с учетом целевой аудитории и вообще всей коммуникативной ситуации, от этого будет зависеть, выполнится ли цель, и состоится ли коммуникативный акт, он в любом случае состоится, но негативно или положительно, от этого еще будет зависеть. Впечатлений, я подробно не буду рассказывать, да, коллеги, кому интересно, и студенты тоже. Одна, я сегодня на презентации буду приводить, отсылаться с коллегами, в частности, коллегами из Германии, которые эти темы занимаются больше, чем у нас в России, Кристиан Мас, Диэр Слингей, со своей коллегой Рин, разработали такую классификацию коммуникативных барьеров, выстраивали ее в виде лестинки, то есть что должно произойти с текстом, чтобы состоялась коммуникация, да. Лестинок очень немного, начинается буквально с того, что текст можно найти. Текст можно найти, значит, мы его можем, ну, при необходимости, в частности, где-то на сайте, например, да, учреждения, или, например, если мы говорим о музее, сейчас я буду уже немножко вводить, да, ясный язык и простой язык, они необходимы как средство сокращения барьеров при взаимодействии с разными целевыми аудиториями. Вот, в частности, текст можно найти, это значит, что текст, который написан, например, о том, как добраться к нам в музей, его можно очень быстро найти на сайте, либо если мы идем по улице, можно очень быстро по вот этим знаком прийти не в стену, а действительно в музей. Как это реализуется на практике? Например, тексты в музее, да, могут быть очень красивыми, очень интересными и хорошо разработанными, да, но при этом они будут находиться на уровне, например, ну, вот таком, да, то есть нужно подойти и прочитать текст. Вот мы были, например, в Томске не так давно, в Томске на государственном университете, у них есть очень интересный музей, библиотека древних книг, но экспонаты лежат вот примерно вот на таком столе и внутри под стеклом. То есть к ним можно, я могу, например, к ним поспокойно подойти посмотреть, хотя у меня не самый высокий рост, поэтому я не люблю вот эти вот шерстуки, меня там не видно обычно, особенно если экран. То есть нужно подойти посмотреть, но при этом сразу же этот доступ к этому тексту сокращается для аудитории, например, для людей, которые находятся в инвалидном кресле, хотя они могут попасть в музей, они могут проехать и послушать экскурсию, но когда экскурсовод рассказывает, что вот здесь вы видите, люди не могут посмотреть просто потому, что текст, они к нему не могут получить доступ, да, вот чисто физически на него посмотреть. Это касается детей, ну и людей более низкого роста, то создает уже коммуникативный барьер. Следующий момент это, что текст можно воспринять. Текст можно воспринять, с одной стороны, ну, например, да, его можно увидеть или услышать. Это то, о чем я говорила, да, если человек слепой, он не увидит, ему нужна аудиодискриция, например. А если человек, или язык брайли, ну, вот это уже все вы видели, да, тоже на желтом фоне, вот эти вот, видели вы, да, я на студенты смотрю, чтобы примерно понимали, язык брайли, там, вот, возле лифтов, это все тоже идет обозначение, что это есть, это можно его воспринять, можно его прочитать условно, да, или услышать. Следующий момент, что текст можно понять. Здесь, помимо языкового барьера, существует вот этот вот специализированный барьер. Это, если мы не разбираемся в теме, если мы владеем русским языком, но, например, мы не разбираемся в генетике, мы открываем какую-то научную, например, статью, или описание препарата, ничего угодно, и мы читаем текст, мы собираем буквы в слова, но смысл из этого у нас, и даже у нас может появляться смысл у отдельных слов, но в целом текста мы не понимаем, да, мы не можем его взять, прочитать или действовать. Я знаю, например, лечить людей, используя его, мы точно не сможем. Следующий момент, это то, что текст можно связать с известной информацией. Если в тексте существуют какие-то отдельные отсылки, ну, вот, например, на втором слайде, уже там была эта отсылка к фильму, я еще спросила, узнаете вы или нет, когда в тексте есть интертекстуальные какие-то связи, и мы не знакомы с тем произведением, на которое открывается текст, для нас вот эта часть информации, она будет недоступна. А если она была какой-то очень значимой для понимания текста, да, и для использования этого текста, для эффективной коммуникации, то тоже нам это будет, создастся барьер, который не позволит понять и использовать текст. Следующий момент – это негативные реакции. Про этот барьер очень часто, ну, забывают многие, исключения составляют, пожалуй, только люди, которые разрабатывают какие-то маркетинговые тексты, которые учитывают целевую аудиторию, они проводят там исследования на фокус-группах, это оценивают, там это, конечно, проводится, и там это работает. Но в среднем, да, человек должен, перед тем, как он начнет читать текст, у него должен быть очень большой, эмоциональный, я бы сказала, стинул, да, и расположение к тому, чтобы текст прочитать. Здесь по-разному это тоже бывает, в зависимости от того, насколько мы мотивированы, да, иногда, когда мы подписываем, например, договор, да, о том, что мы возьмем какой-то кредит или что-то сделаем, у нас вот этот вот мотивационный барьер, он достаточно низкий. Ну, то есть мы знаем, что нам поставили галочку, мы должны быстро пробежаться по тексту и ставим подпись в конце. А мотивационный барьер у нас увеличивается, когда нас кто-то там, как нам кажется, да, обманул, какой-то факт мошенничества или нарушают наши права, тогда мы берем этот текст, мы начинаем продираться сквозь толщу мысли и искать этот смысл, да, мы начинаем разбираться в этой терминологии, в этом предмете, где-то там, если есть какие-то неточности, мы будем это достраивать, этот вот самый весь текст, для того, чтобы нам его применить, чтобы, например, нам написать иск и пойти с ним в суд, да, но для этого нам нужно его действительно изучить, но тогда у нас вот этот эмоциональный барьер будет очень высокий. В среднем тексты, да, которые, ну, не в среднем, например, когда мы пишем какой-то текст, адресованный нами для преподавателя того же, да, мы должны его замотивировать, чтобы человеку было, по крайней мере, вот самый первый эмоциональный барьер, кстати, вам лайфхак, если вы пишете особенно по почте, вот та самая тема письма, которую вы напишете, если там вообще не будет никакой темы там в кубках, или там что-нибудь, общая какая-то фраза, слово, не имеющая отношения, там, приход, пропуск, я не знаю, оно всегда сразу на таком вот уровне первого контакта с вашим текстом будет вызывать не очень положительные эмоции, да, и желание прочитать, действовать в соответствии с тем, что вам бы хотелось. Вот, последний момент, да, что на основании текста можно действовать. Действовать, то есть человек может все эти барьеры пройти и каким-то образом это применить в текст, в жизни. Это с одной стороны, да, почему текст не всегда равно коммуникации, потому что появляются разные коммуникативные барьеры. Следующий момент, в минимуме, в действительности, да, существует такой пульт сложного текста. Особенно это актуально для общения на разных профессиональных уровнях, да, но в принципе это отражается на всех текстах, которые нам пишут государство, например, что мы там должны делать или не должны делать. Иногда бывает, кажется, что там какие-то элементарные вещи, но они намеренно пишутся таким канцеляритом для того, чтобы текст выглядел как серьезный текст, какое-то серьезное произведение, то есть если ты умный, то ты должен писать сложно. Вот такой вот есть культ, скажем так, который тоже влияет. К чему это все приводит, да? Наличие барьеров, наличие такого вот культа сложного языка в русском языке и не только в русском языке. Это касается всех языков. Некоторые просто чуть меняются, сейчас расскажу почему. К чему это приводит, да? Здесь вот я привожу такую схему, которую приводит мой коллега из Финляндии, Артон Мустайоки, тоже занимается темой ясного и простого языков. В России достаточно тоже известный, он такой финский русист и вице-президент ассоциации преподавателя, по-моему, русского языка как иностранного. Если мы взлетим в космос, у нас, кстати, на эмблее этой конференции космическая ракета, если мы на этой космической ракете поднимемся в космос и посмотрим в них на наш шар, на земной, то мы увидим примерно следующую картину, говоря о простом ясном языке и маленьком черном кружочке. Так вот, все люди, которые, вот эта вот масса серая, здесь как раз не в каком-то там оценка, серая масса и белая, просто вот эта вот серая часть, это все люди, все мы с вами, когда мы читаем текст, в котором мы не разбираемся в этом предмете. То есть, когда на таком уровне, когда описывают примерно знания и кругозор человека ориентируются на выпускника школы. То есть, вот выпускник школы, который не отличник, такой средний выпускник школы, там с тройками-четвертами, выпустился из школы, он что-то знает по биологии, что-то знает по географии, по математике, по русскому языку, вот в среднем что-то со всех сфер знает. Но после этого, да, мы идем учиться, мы либо мы идем учиться на переводчиков, тогда мы улыбляемся и понимаем, что такое язык, какие там процессы в языке, либо изучаем английский язык, когда в этой сфере понимаем специфику английской культуры, там, разницу между английским и американским и так далее, углубляемся в обучение. Либо углубляемся мы в перевод, преподавание перевода, или мы уходим в медицину, там, в медицине тоже можно уйти или в генетику, или там исследования онкологические, или еще как-то. В общем, в какой-то области углубляемся, мы тогда становимся вот в этой области чуть больше или меньше черным кружком. То есть, тот человек, который разбирается в этом тексте очень хорошо, в этой теме разбирается. Все остальные люди, да, это люди, которые примерно одинаково, все хорошо или плохо знают общие такие вот сведения по этой теме. И при этом, да, вот этот черный кружок, к чему обычно как происходит, черный кружок, это те эксперты, которые пишут основную массу текстов для всех. А серая масса, она читает эти тексты. Плюс в этом сером круге еще есть желтый круг, это так называемая аудитория ясного языка. Они еще, серый круг, это аудитория простого языка, то есть все мы с вами, когда нам адресован текст по той теме, в которой мы не разбираемся. Чтобы это ни было, в чем, если вы, например, разбираетесь в компьютерных играх, вы будете там чуть более, более темным, да, не таким серым, а чуть более темным. При этом, я вот сделала с школьникам презентацию, может, студенты, ой, по крайней мере, студенты точно должны были слышать, играет там Minecraft, преподаватели, возможно, слышали, что это есть, и что-то там молодежь играет. Я сделала презентацию и включила там на первый слайд, там вот этот был нуб, кстати, слово нуб, вероятнее всего, вам не знакомо. Вот, при этом вам, скорее всего, знакомо, да, кто такой нуб, вы знаете. Ну, в общем, нуб это такой базовый игрок, который еще ничего не умеет, он вот только начинает игру в Minecraft. Я специально возделала свой консультант, он у меня был эксперт из этого черного кружка, моя старшая дочь, я говорю, смотри на презентацию, ты понимаешь, зачем-то я буду в школьнике, чтобы вот эти вот ассоциации слить. Я как раз была вот тем серым трубком, который пытался черным не слиться, потому что у меня была вот так сливая ассоциация. Так вот, я вылила там и показывала, что с ними происходит, когда они учатся языку, как они обрастают умения и знания, они становятся лошариком, вы тоже знаете, лошарик, знаете, вот, короче, известный какой-то очень прокаченный персонаж. Так вот, в любом сексе, вот я говорю, в любом, то есть нам кажется, что мы разбираемся хорошо, но в какой-то теме мы становимся вот этим черным кружком, а где-то мы продолжаем оставаться серым, несмотря на уровень образования в разных темах мы оставимся серым. А люди, которые пишут нам тексты, в том числе по тому, как нам использовать законы, да, в государстве, в частности, мы здесь очень на этом делаем акцент, те люди, которые пишут, как обращаться, медицина, что касается. Вот недавно я открыла, между прочим, сайт, Здрав, наш, питерский, и там есть раздел, называется он для пожилых людей. А пожилые люди, причем, сейчас переходим к аудитории серого, ясного языка, пожилые люди, это люди, которые у нас, по-моему, начинаются 60, считаются, ну, я дошла, там 75, например, и там идет описание врача, я забыла даже название, но многие знают, врач, который специализируется на как раз болезнях и, в принципе, в консультировании людей пожилого возраста. Там как бы это объяснение для пожилых людей, что им, и ладно, написано, что лечит, вот этот врач, я сейчас, а, гириактор, гириактор, да, что лечит гириактор, ну, как бы там, без объяснения, что, просто раз вы пожилые, идите туда, вот, что лечит гириактор, потом в тексте вообще нет ответа, что он лечит, есть какие-то абстрактные объяснения, что, с чем специфика пожилого возраста, и вот этот текст непонятно как использовать, то есть, что человеку, я вам хотела понаправить, что человеку, как бы, как его применить эта часть. Вот и узнал, хорошо, проинформировал, проинформирован. Так вот, тексты пишут, вот этот самый черный кружок пишет тексты для серой массы еще для людей с особыми когнитивными потребностями. Вот здесь они как раз все перечислены, это аудитория ясного языка. Это люди с ментальной инвалидностью, это люди с возрастными когнитивными особенностями, изменениями, это люди, язык, для которых не являются родным, русский в данном случае, это мигранты, либо туристы, если мы говорим о музейных объектах. Это люди, у которых плохо развиты навыки чтения и письма по разным причинам. Здесь я привела два таких больших определения, но я сейчас выкрою, не пугаюсь. Хотела просто объяснить, что эти языки, да, простой и ясный язык, они средства для создания доступного текста, и они, в принципе, отличаются именно целевой аудиторией. И еще их можно разделить по тем текстам, которым они способны, подвластны. Да, не все можно перевести на ясный язык, с учетом, опять же, специфики вот тех процессов по восприятию текста у людей с особенностями объективного развития. Текст объединяет то, что текст, который написан на том или ином языке, с учетом целевой аудитории, его должно быть информация в этом тексте. Человек может найти, он может ее понять и использовать. Вот это самые три важных критерия найти, понять, использовать. Если человек не может найти, понять и использовать информацию в тексте, это аудитория, ясного и заказчика в картинках, то значит, у нас как бы считается, что незнание, например, закона, это не освобождает от наказания, проблема как бы наша. Но по сути, если человек не понимает текст, то это проблема не читателя, для которого текст написан, а проблема автора этого текста. Значит, не были учтены вот эти особенности целевой аудитории и коммуникативной ситуации в целом. Я не говорю про учебные тексты, где задача, в принципе, читать, получать информацию и учиться. Про ясный язык хотелось сказать, где это чуть более может быть вам всем понятно. Это тоже аудитория ясного языка, это дети. Маленькие дети, мы все знаем, что с ними нельзя разговаривать сложно. У кого есть там братья, сестры, или там внуки, дети, мы знаем, что нужно адаптировать текст. То есть мы, когда им что-то говорим, говорим что-то конкретное, например, не бери утюг, не объясняем ему там какие-то вилки, не вставляй в розетку или не вставляй там что-то и так далее, мы объясняем понятным ему языком. И, как правило, те, кто общаются часто с детьми, да, мы знаем уже этот язык лучше. Мы знаем, как это сказать. Коротко, понятно, ясно, чтобы текст имел действие. Здесь немного чисел я привела. В прошлом году, в прошлом году не собирая статистику, казалось бы, что тема такая в ясный простой язык, не такая большая и не затрагивает буквально пару сотен может быть человек или практически. Нома достаточно грубная и большая. Значит, 10% и 2% это те самые то есть та аудитория, которой не требуется простой язык. То есть люди, которые способны читать информацию, обладают очень высоким уровнем развития функционального чтения. Анализ проводили по исследованиям PISA и PIA. Слышали такие, может быть, ребята, студенты, слышали, нет? Международные исследования, когда исследуются в том числе и математика, знания математики. Ну вот функциональное чтение, которое предполагает, чем функциональное чтение отличается от просто чтения. Просто чтение это люди собирают буквы, слова, читают там слоги, потом предложения и так далее. Функциональное чтение это как раз значит, что мы можем прочитать, можем добиться, понять, что нам надо, я думаю, все спалкивались с текстами, тогда тебе действительно надо. Иногда это бывает и в комментариях о том, как написать, например, статью, да, мы все спалкивались. Читаешь детально и пытаешься следовать этой инструкции, применяешь, то есть этот текст. Вот именно прочитать и использовать текст это показатель функционального чтения. Так вот, всего 10% от всего национального в России, это люди, которые обладают в высокой степени по данным ПИАК здесь, о нет, ПИАК здесь вкладывали, и из них 2% это дети, то есть выпускники школ, это анализ ПИЗа. Чело 2% этим обладают высоким уровнем, то есть все остальные это ниже, большая часть, более 50% это, скажем, очень-очень средний уровень, это значит, что это все аудитория простого языка, то есть люди, которым, ну, мы все с вами, на самом деле, в любой теме, я иногда стремлюсь к черному кружочку, это точно, то есть к тому, к желтому кружочку в отдельных темах. Особенно, кстати, ясный язык тоже нужен и необходим, когда речь идет о безопасности, ну, например, землетрясения, пожара и так далее. То есть, Филис делала доклад и говорю, в столице вы находитесь в гостинице, случается пожар. Вы знаете, что вот там какая-то инструкция о том, что делать при пожаре. Я открываю, ну, я сюда все тексты изучаю, открываю инструкцию в гостинице, там, она в такой очень красивой кожаной папке. Я открываю, там листаю сначала, а потом появляется текст, выровняный поширине и такой, знаете, простыня. То есть, если вдруг даже я все-таки понимаю, что где-то есть инструкция, что мне делать, в начале текст написано для того, чтобы предотвратить пожар, там, что-то так, то есть для того, чтобы дойти до той строчки, что же мне делать, бежать или не бежать, или там, что-то производить, мне нужно приложить усилия. такой стрессовой, да, я включаюсь в аудиторию желтую, да, и смотришь, мне нужен ясный, короче, язык. Следующий момент, это 64 миллиона человек, это жители страны, которым необходимо тексты на ясном языке, то есть, та самая аудитория желтых, крючочек. Здесь мы вкладывали, считали, да, всех вместе, это и мигранты, которые приезжают, это, то есть, мы считали, мигранты, это пожилые люди, мы считали те, которые, у нас такая глагодация, кстати, ужасно, слышали вы, нет, у нас есть пожилые, потом старики, а потом долгожители, то есть, последнее такое красивое название, не очень, мы считали пожилых, пожилых людей старше, мы считали мигрантов, мы считали людей с инвалидностью, причем инвалидностью ментальной именно. здесь важно, что они, не все люди, которые страдают вот именно ментальной инвалидностью, сюда включены, поскольку очень часто, ну, ДЦП, например, имеет сопутствующую ментальную инвалидность, но в статистиках они не отражаются. Плюс, я думаю, все уже теперь слышали, сейчас про это много говорят, дислексия, слышали вы про такое, да, это у нас диагноза, такого нет в России, но тем не менее, количество людей, вот это вот, я уже смотрела, их очень много, и для дислектиков тоже тексты, написанные на ясном языке, лучше, чем вот тексты обычные. Так, я уже ушла за регламентом, кому это, да, пять минут, тогда я буду двигаться дальше. Чуть скажу про то, что до государственных органов, а, это уже будет двигаться, стало, ну, вот эту, я, кстати, оставлю, вот эту, что, например, к чему это приводит, да, приводит это к тому, что, я думаю, сталкивались многие там с мамами, папами, или бабушками, дедушками, которые, когда они что-то делают, они, особенно сейчас, вот эти мобильные там приходят, что-то подтверждают, или подтверждают по телефону, или подписывают какие-то договоры, при этом они до конца не понимают, что, как бы, от них требуется, да, и, как и показывает вот аналитика, то, что люди не возвращают, например, кредиты, не всегда это говорит о том, что люди просто такие вот недобросовестные заемщики, иногда они просто не понимают, потому что информация о продукте была предоставлена потребителю в непонятной форме. Сейчас эта тема поднимается на разных уровнях, я буквально вот остановлюсь в трех словах, то самое важное, да, про простой ясный язык в мире, что, почему мир может быть для нас ориентиром, потому что потихоньку, такие же шаги, я вижу, у нас тоже в России сейчас происходит. Кратко буквально перечислю, ну, страны, на самом деле, первая страна, которая начала вводить именно ясный язык на законодательном уровне, это в швед-то, да, в 68-м году был принят закон, после которого стали появляться первые книги на ясном языке. Следующий момент, в 98-м году в США был введен закон про простой язык, что все, значит, государственные органы должны общаться с гражданами на простом языке, избегать канцеляритов, бюрократических вот этих разных конструкций, к которым они привыкли, говорить на простом языке. Разрабатываются стандарты, лицо, может быть, кто-то слышал, один. Ну, и из того, что вы, возможно, слышали, это появлялось в наших новостях, в Новой Йеландии буквально в этом году, в 22-м году, был принят закон о простом языке, как раз тоже, о том, что государственные органы должны разговаривать на понятном простом языке с гражданами. Чуть позже, да, хочу, именно поставила в такой последовательности, потому что нормативные акты послужили стимулом для развития практики исследований. Как только за рубежом, в частности, Германия, в которой я здесь перевожу Кришна Тарахенри, коллега, через которую я вошла в эту тему, прошла, то есть повышение квалификации в Германии еще в 2018-м году, у нее, я прочитала книгу, мы теперь сейчас совместные проводим исследования тоже. Так вот, почему появился взрывной спрос на практику перевода? Потому что появился нормативный акт, на примере Германии, скажу, в 2014-м году вышел закон, по которому все государственные органы, все сайты, все бумаги, которые есть в государственных органах, должны быть и на ясном языке тоже для аудитории со специальными потребностями. После этого появилось большое количество, то есть все органы стали переходить на это вынужденно. Поэтому стало появляться очень много текстов на ясном языке, и не всегда эти тексты были качественными, как показали потом уже исследования. То есть из разряда, как это произошло, появился свод правил, это примерно, как если вам сказать, вот есть русский язык, есть английский язык, а вот есть трансформация. Берете трансформацию и применяете. Если вы не понимаете, что такое переводческий процесс, вы начинаете и не анализируете коммуникативную ситуацию, что значит та самая лодка и что это за лодка и так далее, и для кого мы это переводим, да, поймет ли этот человек, происходит вот такое автоматическое перестроение, перестановка слов, я бы это сказала. Там основные правила, да, сокращаем предложение, используем наиболее популярные слова. Вот пример только такой один приведу. То, что кажется одному человеку наиболее популярным, да, то другому кажется вообще непопулярным. Например, вот в сфере дошкольного образования очень популярна, популярна существительная диссеминация, причем диссеминация опыта. Для меня, вот когда они мне сказали слово диссеминация, я чуть вообще думаю, о чем? Что-то биологическое, наверное. Ну, то есть, а для них это слово популярным действительно, как бы всем известно. То же самое происходит, когда мы анализировали из Кришной в том числе тексты перевода сайтов на ясный язык, происходит вот такая вот деформация, да, профессиональная, когда нам, то, что нам кажется известным, оно вроде как бы известно и все. Так вот, после этого появились исследования, ну, и в качестве примера, да, тоже в 18-м году я познакомилась с этой магистровской программой в Германии, она вообще по инкультивным видам перевода, куда входит ясный и простой язык тоже. И отдельными блоками это включается на своих курсах переводчиков факультетов и все-таки Германии, скажем, об Барселоне, мне кажется, сейчас уже еще больше. А в России что у нас происходило, происходит. До 20-го года, уважаю, до октября 20-го года у нас было все мало, прямо скажу. в 20-м году, в октябре, 13-го октября празднуется Международный день простого языка. Кто-то, может быть, из ребят, кстати, был на мероприятии, которые я проводила, кто-то был, нет? Нет, в Петербурге вот недавно проводила очное, 13-го октября этот раз семинар по переводу на простой язык. Это Международный день простого языка, и в этот день мы решили собраться, наши рабочие группы, которые вот инициировали развитие этого проекта, собраться, тогда еще, вы помните, 20-й год, всем известный, такой радостный, и все перешли в онлайн, но для нас это было возможностью подключить очень много, мы подключили всех зарубежных коллег, которые этой темой занимаются, обсудили, как это у них, обсудили, как это у нас с небольшими, да, вот у нас на практике до 20-го года это была инициатива отдельных НКО небольших, которые занимались разработкой материалов для своих подопечных, по сути, им нужно, чтобы у людей была инструкция как гладить, например, они писали текст на ясном языке, и учебники для специализированных учреждений, конечно, обсужданий. Вот, по исследованиям мы тогда тоже написали первую статью про перевод на ясный и простой языки зарубежного перспектива в России, и в государственных органах упоминается это до сих пор, рекомендация, то есть звучит среди прочей инклюзии, звучит это ясно и просто, нет, называется это по-разному вообще, простыми словами, easy to read, некоторые прям так даже пишут, использовать. Больше никаких конкретных там упоминаний, ничего нет. Любопытно, в этом плане была дискуссия пользованная, организованная в 21-м году, в июне, когда в Германию вступала «Анамаса», наш всем известный Анисиневич Трангал. И вот он когда рассказывал, он взял ссылку на нашу статью, вот ту единственную, которая была на тот момент, и сказал, вы знаете, на самом деле, самым показательным у нас сейчас в науке есть такое, что если на Википедии что-то есть, значит, это явление существует. Если нет, значит, этого явления не существует. Это было, на мой взгляд, такое спорное утверждение, но было забавно, потому что он сослался на Википедию, и что там был ясный язык, но не было простого. И говорит, значит, ясный язык более разных. А это тема того, о чем сейчас говорил Ваня. Не знаю, как процесс этот устраивается, просто мы разрабатывали как раз коллегами статью для ясного языка, и она уже прошла проверку. А простой язык, на тот момент, еще не прошла проверки в Википедии, и еще не была поэтому запущена. Вот кому интересно, да, чуть подробнее, мы там и историю рассматриваем, и так далее, ясный язык, простой язык на Википедии про это написали. Что у нас сейчас есть, буквально скажу только два слова из разряда того, что будет. Вы можете видеть, что по сравнению, да, уже намного все меняется, сколько было здесь, сколько у нас есть сейчас. Буквально за последние вот эти вот два года у нас появилось большое количество уже конференций. Я вот в 20-м году выступила, мы выступали всего один раз, вот тот самый наш, конференции международные. В прошлом году уже 5 раз, в этом году выступали, сейчас в 10-й раз, еще, возможно, буду выступать. Разрабатывается ГОС по простому языку, по ясным языкам на базе ИСО. Есть сборники конференций. И, что важно, первое, разрабатывается закон реабилитации и абилитации, с которым я тоже принимаю участие, именно как вот эксперт по этой теме. Там включается в него, подача, почему была не одна, тема ясного языка. Там будет именно ясный упоминатся, поскольку язык для, ой, то есть закон про инвалидов и реабилитации. Контр 23-го года он должен выйти, если он выйдет, то согласно ему это все дело будет у нас продвигаться как примерно в Германии. Растущий спрос со всех сторон, вот буквально вчера увидела, Билайн написал о том, что вот вчера что-то искала, в ноябре, да, новость ведет, внедряет ясный язык для клиентов. Мы это видим по запросам на консультацию от разных, коммерческие структуры банка и так далее. И вот привожу вам в пример такую книги, которую тоже у нас в ассоциации можно получить. Книга по разработке образовательных программ. Вы на выводах подробно останавливаться не будут. Сайт-концерт порекомендую «Easy and Playing» называется. Это наша разработка, наши проекты, и там все материалы, наши выступления, презентации, статьи мы туда складываем. Добро пожаловать всем и большое спасибо за внимание. Не будем ее запускать. Не будем? Да, я так понимаю, да. Не будем запускать уже. Ну, пожалуйста. Да, у вас есть ли... Кому интересно видео, на YouTube набираете ясный язык, можно лицать вам больше, если он, кому-то, надел вам видео. И там такой врезу, то, что это из ясно представляет. Вопрос, где нужно это выключать? Если будут, если будут, если будут. Если будут. По-нашему, все там развитие того, что происходит в Германии и в других странах, обучать этому будут. Обучать, на мой взгляд, наша такая естественная позиция очень важна. Обучать этому должны именно на документах, которые выгодили в русском языке. А не на русском языке. Возможно, это достаточно дисциплинарное, но что важно, да, именно вот, когда сравнивали процесс переводческий, он очень похож. то есть нужно проанта проектировать. Нет, я хочу подключиться. А, да. Можно, то есть, этот процесс антикода, он может попозже переводить между собой. Невзорова. можно еще знать и так далее, и так далее, но даже, кстати, в нашем вебоксе компетенция, которая отправит там знание там языка и так далее, умение анализировать текст, и давать там установленные идеи, по сути, по сути, там в нее жизнь внутри языковой переводки. И сейчас на семинаре, который я проводила с студентами, обращу внимание, что студенты, которые там не знают, что, они все говорят, что, там не покупали переводки или нет, не стали управляться, и они говорят, кто на бумаге приписывается перетоксирование, коллеги, которые занимаются переводом уже давно, не говорят, это практически трансплятка, потому что иногда не стало выпасть пример, текст, бывает, такой вот музей, там описание, например, по Моррусску, когда нет, там такое сложное описание, это Матай, это индийский, там, чего-то, много всего описано, я даже не понимаю, что такое, а когда мы начинаем переводить на лекции, используя простые какие-то правила, становится еще менее понятно, потому что те, кто вбывает, все страшные между мархивом, все термины объясняются, и понимают, что нужно просто отбросить все, что нам было, мы просто это, коллеги, гуглили, для, мы в студии в Тренинграде это делали, какие-то, гендарки, гуглили, в процессе гуглинга, мы нашли, что это помол просто самое большое, обманул в мире, но этого в тексте вообще не было, мы это, мы это в процессе нашли, переписали тексты, и по сути, это, я смотрю по нашим конформациям, это целостное обижение, это моя интересная вопрос. Ну, там в чате вопросы есть. Вопрос? Давайте потом в кулуар. Да. Мы сейчас уже задержимся, и все остаются вообще... Мы открощаемся? Давайте я вставлю? Наталья Александровна, пока... Вы будете с дворем, да? У нас... У нас нет, говорить буду я, вот, но доклад у нас совместный, да. А, даже совместный с районами? Да, нас твое. Передаю слово. Я один в милицию Наталья Александровна, и Юрий Григорьевич Дагашев, которые сделали доклад про изменение в учебном плане как в результате действия в учебном плане в направлении вашего субъективного, я думаю, у многих в результатах перевод перевода движения. Совершенно верно. Спасибо большое. Ну, я очень рада, слушая сегодняшние доклады. Я поняла, что мы, как бы, все работаем в одном направлении, да. и это очень важно. Ну, сейчас я буду, наверное, какие-то комментарии говорить на эту тему. В последние, да, годы, ну, во-первых, мы о сотрудничестве. Ну, кафедра выпускает именно по этой специальности уже 8 лет переводчиков, поэтому это направление как бы наше основное и главное, да. и в 17-м году была создана ассоциация преподавателей перевода, с которой мы практически с самого начала и сотрудничаем. Я чуть позже, поскольку пришла на кафедру, чуть позже, а кафедра сразу практически установила контакты с ассоциацией преподавателей перевода. Ну, и за последние вот три года ну, не менее 20 человек уже прошли обучение, да, если даже не больше. Я пыталась посчитать, в общем, даже может быть и больше. То есть контакты у нас очень тесные. Почему все это было важно? Потому что это как раз то, о чем говорил в своем первом докладе Андрей Валентинович говорил о том, что между переводческой отраслью, как производственной отраслью, да, и вузовским преподаванием перевода, начиная вот с конца 80-х, 90-е годы, существовал большой разрыв, на что сетовала как раз переводческая отрасль, то есть те агентства, которые непосредственно занимались производством перевода, а вузы как бы отставали. Ну и поэтому все время стоит вопрос как готовить переводчиков, потому что выходя из стен вуза человек должен найти работу, работу предлагает ему агентство, то есть именно агентство должны как бы заказывать того специалиста, который должны выпускать вузы, но вместе с тем вот сегодня как раз Андрей Валентинович поднимал вопрос о том, что отрасль настолько резко меняется, настолько быстро меняется, что теряется вообще понятие перевода как такового, да, мы говорили о том, что вот лингвист широкого профиля должен почему-то обслуживать самые разные виды лингвистических услуг, которые сегодня существуют на рынке. Вот где найти этот баланс между столь быстро развивающейся отраслью, да, и сохранением вот того инварианта, что собой представляет процесс перевода как таковой, ради чего собственно и создавалась вся эта наука. Ну, вот на нашей кафедре надо сказать мы с самого начала ориентировались на спец перевод, и это была реакция как раз на спрос который возник резко на рынке. Это очень хорошо было показано опять же в первом докладе вот те три волны цифровизации которые резко повысили объем информации который глобально циркулирует в мире и соответственно как ориентироваться в этом объеме и какова роль переводчик вот это все очень важно. ну мы попытались подойти к процессу вот в последние особенно два года мы много реформировали у нас особенно успешным был прошлый год когда вся кафедра дружно работала над перестройкой процесса преподавания различных дисциплин написанием рабочих программ и так далее вот исходили мы конечно все-таки из запроса отрасли и в первую очередь это как раз вот тот самый профессиональный стандарт специалист в области перевода которым говорил Иван Борщевский мы тоже без него не обошлись то есть мы анализировали именно те функции и те то есть обобщенные функции и трудовые функции которые предъявляет сегодня отрасль во всяком случае судя по стандарту в нашей стране к профессии переводчика и выделили естественно первые две категории под кодовыми буквами А и Б то есть это не специализированный перевод и профессионально ориентированный перевод и соответственно более конкретные трудовые функции это устный сопроводительный перевод устный это что касается категории А и письменный перевод типовых официально деловых документов надо сказать что эти эти программы они всегда успешно решались на кафедре то есть с этим у нас как бы проблемы не было и дальше мы проанализировали что можно реализовать силами кафедры и что востребовано на рынке перевода вот с точки зрения профессионально ориентированного перевода и здесь у нас выделены устный последовательный перевод письменный перевод с использованием специальных инструментальных средств и аудиовизуальный перевод или перевод аудиовизуальных произведений что касается художественного синхронного перевода это у нас ушло на скажем так дополнительное профессиональное образование мы проводим это силами в рамках других дисциплин но сосредоточили свою подготовку именно по этим направлениям ну и естественно эта подготовка она должна вестись в соответствии с другими стандартами только теперь уже образовательные образовательный стандарт у нас тоже свежий это по переводу и по переводу видению ФГОС наш знаменитый ну и мы также ориентировались на международный стандарт European Masters in Translation Competence Framework который только что еще и был обновлен то есть ну пока мы работали мы работали по версии на 2017 года сейчас произошло обновление буквально месяц тому назад появился новый вариант и надо сказать что они там достаточно перетасовали вот те основные компетенции которые мы раньше рассматривали там скажем в предыдущем варианте там были такие компетенции отдельно существовали как поисковая компетенция и тематическая компетенция сейчас это все включено в Translation Competencies ну вот теперь выглядит таким образом то есть международный стандарт он выделяет пять компетенций которыми должны обладать выпускники высших учебных заведений это Language and Culture Transcultural and Social Linguistic Awareness and Communication Skills Translation Strategic Methodological and Sematic Competence вот как раз сюда тематическая и вошла так же как стратегическая отдельно выделена Technology Tools and Applications Personal and Interpersonal and Service Provision то есть вот собственно говоря ну примерно в этом же ключе мы и работали но я решила дальше как бы показать какие из компетенций реализован мы пытаемся дать ребятам чтобы они соответствовали вот тому уровню профессиональных знаний которые от них требуются ну что касается вот первой компетенции Language and Culture то сюда помимо традиционно преподаваемых курсов практического курса первого иностранного языка филологического анализа и различного комплекса на грамматики семантики и прочих дисциплин которые они получают мы включили особо английский язык для специальных целей мы на это отвели пятый курс я напомню что мы готовим по программе специалитета поэтому мы можем себе позволить такое кроме того реферирование специального текста которое наверное все-таки будет иметь перекличку с подготовкой специалистов по простому и ясному языку правда реферирование специального текста у нас идет на двух языках это и русский и английский пока у нас полностью этот курс начнется со следующего года пока он у нас идет такими вкраплениями в другие дисциплины и отдельно у нас идет теперь культура речевого общения первого языка в которой мы даем ребятам акцент именно на разные формы паблик спикинг в различных ситуациях на различных формах очень что касается translation competencies то здесь большой трансформации подверглась дисциплина перевод первого иностранного языка которая всегда ведется сразу по нескольким аспектам начиная с третьего курса вот здесь видно что у нас на пятом пятом семестре и шестом семестре у нас есть письменный перевод устный перевод с шестого семестра мы вводим перевод с использованием кат-систем и все это выстраивается в соответствующей ступени возрастания как бы сложности которыми они должны сталкиваться и постепенно решать ну видно да что сначала предлагается им основа письменного профессионально ориентированного перевода параллельно идет введение в практику устного перевода затем это все плавно переходит в сопроводительный перевод если говорить об устном переводе и так далее на четвертом курсе деление на аспекты сохраняется у нас сохраняются всегда письменные и устные аспекты но в восьмом семестре у нас еще добавляется аудиовизуальный перевод он сейчас пока у нас на пятом курсе а вот со следующего года он как раз перейдет на четвертый курс на пятом курсе мы добавили во-первых ну во-первых идет устный последовательный перевод уже в рамках конференции перевода который потом будет и тестироваться соответствующим образом на итоговом экзамене и отдельно у нас введен перевод с русского на английский это целых два семестра так же как и научно-технический перевод в рамках письменного перевода то есть мы ведем уже сугубо такую специализацию готовя ребят вот к именно реальной жизни которая их ждет непосредственно на рынке когда они выпускаются помимо вот таких нововведений которые затронули основные курсы практически мы решили что стоит реализовать еще и новые дисциплины с которыми пришлось поработать во время наших встреч потому что мы довольно много контактировали с разными и контактируем с разными агентствами отправляем студентов на практику и когда мы обсуждаем практику которую проходят студенты то зачастую представители агентства говорят что ну они мало знают они не понимают стандартов они не понимают что такое качественный перевод они не знают вообще что надо оформлять текст как положено и так далее и тому подобное но и в результате мы попробовали ввести такой материал сначала ну это мы ведем в качестве такого эксперимента апробации мы уже ведем это третий год это будет вот у нас обычно это в весеннем семестре в рамках письменного перевода это было а теперь подумали что наверное имеет смысл выделить это в самостоятельную дисциплину профессиональные стандарты в специальном переводе где как раз поднимается вот вопрос стандартизации качества в переводе с точки зрения перевода как производственного процесса то есть это не художественное творчество это не индивидуальное творчество а это технологический процесс в котором все участники должны выполнять свои функции в соответствии с определенными стандартами ну это вот та самая диверсификация о которой опять же говорил Андрей Валентинович увы такова реальность сегодня работа диверсифицирована поэтому комплексная работа переводчика это вот сфера художественного перевода преимущественно поэтому вот здесь перечислены основные разделы которые мы даем в этом блоке информации еще современные инструментарии переводчика которые мы хотим включить в девятый семестр пятого курса и это не значит что они будут только с этим знакомиться наверное вы обратили внимание что у нас уже в программе третьего курса есть ознакомление с КАТ-инструментами и КАТ-инструменты с этого времени начинают входить в жизнь наших студентов и на четвертом и на пятом курсах мы это распространяем мы ставим как бы это важным аспектом очень вот на пятом курсе такой курс вот такая дисциплина как мы предполагаем она может суммировать вот все то что было пройдено и что необходимо вот в каждом из видов перевода ну прежде всего письменного и устного переводов а также аудиовизуального перевода что такое машинный перевод на современном этапе и различные системы которые сопровождают деятельность переводчика такие как система автоматизированного редактирования текста некоторые представления о верстальной работе на работе верстальщика и так далее то есть на пятом курсе перед окончанием курса вуза ребята получают как бы вот всю информацию о том какой технологический уровень они должны иметь для того чтобы успешно вписываться в этот рынок и еще одна дополнительная дисциплина которая напрямую коррелирует с personal and interpersonal то есть то что в стандарте европейском обозначено как личностное и межличностное взаимодействие переводчика с окружающими его людьми то что еще называют понятием soft skills отдельно в этом стандарте выделено service provision то есть предоставление то есть механизм предоставления самой услуги переводческой но нам представляется что наверное здесь было бы лучше эти два блока компетенции объединить вот в одной дисциплине протокол профессионального общения переводчика ну о кодексе этическом переводчика говорят всегда и достаточно часто вот нам бы хотелось расширить вот это достаточно ну узкое представление об этом кодексе потому что от переводчика ожидают очень многого это и умение четко соблюдать все нормативы связанные с выполнением работы и тайминг который всегда вызывает много нареканий это умение вести диалог при устройстве на работу это умение вести диалог с заказчиком то есть вот скажем personal and interpersonal обычно то есть судя по стандарту европейскому толкует именно личностные свойства которые должен в себе воспитывать переводчик а вот service provision это контакты с заказчиком то есть как успешно вести диалог с заказчиком как предоставлять эту услугу и как избегать каких-то подводных камней ну вот мы полагаем что скорее всего было бы целесообразно такой протокол распространить на первые и вторые блоки компетенций вот эти наши изменения которые достаточно такие значительные мы вот скажем в этом году уже проверяли на итоговом экзамене по переводу который у нас был достаточно комплексным он состоял сразу из трех частей из трех частей и у нас было отдельно часть аудиовизуальный перевод выполнения заданий вторая отдельная часть это был письменный перевод неадаптированных фрагментов общественно-экономической тематики с русского на английский потому что это более сложный вид перевода нежели на родной язык и третья часть это у нас был устный двусторонний конференц перевод в виде ролевой игры то есть погружение вот в реальную форму конференции которую ребята сдавали то есть вот это тоже была такая попытка как бы сделать экзамен комплексным с тем самым чтобы выявить вот гибкость реакции наших выпускников на разные задачи по переводу и на решение разных переводческих проблем в разных видах перевода на мой взгляд у нас получился интересный экзамен интересные результаты ну и как по логике все же должно завершаться государственной итоговой аттестации да а это написание выпускных квалификационных работ ну и поскольку кафедра понимает что надо ориентироваться на практику на именно подготовку к реальной жизни в профессии то уже два года мы выпускали ребят с переводческими ВКР как проектами да ВКР как переводческий проект но это у нас такое выражение которое мы используем на кафедре ну для того чтобы сделать эту работу более качественной потому что было много после первого года выпуска это в 21 году возникло очень много споров в связи с тем что мы не очень хорошо представляли а как проводить вот эту оценку одного традиционного вида научно-исследовательских ВКР да и практикоориентированных то есть ВКР как проекта как соотносить вот эти оценки совершенно разных видов реализации итоговой работы и вот в прошлом году уже зимой ну то есть это можно еще сказать осень прошлую осень зима мы как раз провели большую подготовительную работу написав положение о выпускных квалификационных работах для государственной аттестации основываясь ну во-первых на опять же на наших стандартах ну следует отметить что вообще в нашем стандарте ФГОС по специальности 45.05.01 там есть упоминание о том что студенты могут выполнять практического вида работы и защищать кроме того поскольку наш ВУЗ является техническим то у них это изначально на всех кафедрах зафиксирована возможность написания двух вариантов работ и воспользовавшись этим мы вот разработали свое свое положение в котором как раз мы и зафиксировали возможность и даже с положительной точки зрения да вот эту практическую разработку для написания итоговой работы зафиксировали эти работы в соответствии с положением которое у нас разработано в ВУЗе эти работы вузовские они изначально называются дипломные проекты технологического характера вот мы их назвали переводческо-технологического характера практико-ориентированные итоговые работы которые мы можем писать либо в рамках письменного перевода в том числе с использованием специализированных инструментальных средств либо это перевод аудиовизуальных произведений ну пока вот устный последовательный перевод мы пока не решились мы пока размышляем с Юлианой Григорьевной мы на эту тему разговаривали пока пока это у нас ну идея да как мы ее сможем не сможем пока не будем на эту тему рассуждать дальше я просто привожу некоторые фрагменты из этого положения показывая что в общем все вся эта документация она вполне укладывается в требования которые регламентируются нашими стандартами как и фгоосовскими и соответственно отвечают запросам отрасли то есть выпускник выполнивший такую практическую работу переводческо-технологическую работу он в принципе готов к выполнению профессиональному выполнению вот этого вида перевода в соответствующих условиях что нас как бы и подвигло на то чтобы вот это как следует оформить помимо того что мы это все обосновали мы скажем вот разработали структуру переводческо-технологического ВКР которая должна то есть объем работы не изменяется в соответствии с требованиями министерства он остается тем же самым это 60-70 страниц не менее во всяком случае 60 и также состоит из двух глав и также требования наличия теоретического обоснования работы и подробного описания практической части ну вот научно-исследовательская часть она состоит из научного обзора литературы посвященной анализу языкового или текстового явления научно-обоснованного предпереводческого анализа не просто поверхностного а научно-обоснованного предпереводческого анализа с учетом всех особенностей которые содержит тот или иной текст соответственно затем выбор и обоснование алгоритма применения государственных отраслевых стандартов в отношении конкретного текста. Речь идет о специальных текстах, о научно-техническом переводе преимущественно, поэтому здесь без этого обойтись невозможно. И затем у нас идет технологический раздел, то есть то, что обычно называют практическая часть, где студент описывает стратегию перевода с обоснованием причин, способствовавших выбору данной стратегии, также обоснование выбора и процесса использования как инструментов, описание переводческого глоссария и методики его составления, и обязательная часть – это лингвопереводческие комментарии, обосновывающие выбор его конкретных переводческих решений. Ну и как требует положение ОВКР нашего университета в целом, у нас еще включены два раздела – экономический раздел и раздел безопасности жизнедеятельности. Но очень хорошо, что у нас есть именно экономический раздел, потому что он позволяет выпускнику реально оценить объем своей работы и ее реальную стоимость, как если бы он выполнял соответствующий заказ. Ну, у нас в положении, кстати, написано, что в качестве вот таких вот заказов мы можем принимать либо волонтерские какие-то проекты, либо это какие-то заказы даже внутри университета, как это было вот в прошлом году, да, по-моему, у нас был перевод, у нас есть лекторий для абитуриентов, вот мы брали такой заказ на выполнение и так далее. Но вот заодно и рассчитать стоимость выполнения такого заказа, да, на материале ОВКР – это тоже вот подготовка к реальным условиям жизни, уже на воле после выпуска. Кроме того, мы ввели критерии оценивания, да, я с этого начала, то есть это было одним из камней преткновения, как соотнести оценку НИР, работы НИР и работы переводческо-технологического характера. Ну, поскольку их там у нас получилось много, да, там у нас отдельно мы эти критерии включили в положение ОГИА, о государственной итоговой аттестации. Ну, вот здесь я привела только 16, ну, примеры из 16 критериев, которые касаются только переводческо-технологического ВКР, то есть вот ВКР как проект. На что мы здесь обращаем внимание, да, то есть у нас, опять же, здесь 8 критериев для теоретического раздела работы и 8 критериев для практической части. Скажем, в теоретической части обязательно обращаем внимание на степень полноты и качества предпереводческого анализа исходного текста, да, то есть там было зафиксировано, что он должен проводиться с опорой на серьезные научно-теоретические разработки. И здесь же обращаем внимание на уровень профессиональных навыков в применении государственных и отраслевых стандартов. Что же касается практической части, то здесь тоже много пунктов, 8. Из них самые, наверное, такие интересные – это соответствие стратегии перевода, проведенному предпереводческому анализу текста, да, то есть они должны, как мы понимаем, обязательно вытекать, да, быть связаны. Одно должно вытекать из другого, иначе нонсенс. Дальше оценивается применение современного программного обеспечения для семантического анализа текста, обработки полученных данных, также компьютерных технологий в работе и прочее. Качество и полнота лингвопереводческого комментария, который обосновывает вот эти принятые решения, а также точность передачи содержания исходного текста, которая основывается, ну, это на всех уровнях языкового оформления этого текста. Ну, должна сказать, что наши первые же опусы, я в хорошем смысле говорю опусы, и в 21-м и в 22-м году наши работы рассматривались школой дидактики перевода, которой руководит Наталья Николаевна Гавриленко, и наши работы занимают лучшие места. Вот в этом году снова у нас две работы, причем, посмотрите, тема «Средства создания комического эффекта» и «Способы их передачи при локализации компьютерных игр», которые написала Варя Просвиркина, была отмечена. И вторая работа не менее современная, это критерий качества нейронного закадрового машинного перевода на материале видео YouTube канала «Космо» тоже была отмечена, как лучшая в номинации «Лучшая работа в области рынка переводческих услуг». Ну и, конечно, спасибо руководителю этих работ Дарьи Михайловне. Вот кратко, чтобы не задерживать уставшую публику, те изменения, которыми мы можем похвастаться, и которые, на мой личный взгляд, в значительной мере изменили вообще систему наших дисциплин, которую мы преподаем. И, на мой взгляд, мы действительно вот хорошо приблизились вот к той ситуации, когда мы отвечаем запросам рынка. Спасибо. Очень большое спасибо. Хотела сказать, что очень важно по поводу экономического развития, и, между прочим, основы эти запаски, которые называют, потому что ВКР, это итоговая работа, она же в том, что и всю рамку нашей компетенции. А вот эти универсальные компетенции, они-то правят. И подвергаются, когда мы просто... ...соединяем эту систему какого-то исследования. Вот если я не могу сами прочитать, все это как описать, и очень мне нравится, что отчитывается и как система, по которой они выбирают, в общем-то, я про это уже давно взяла. Вот такой вопрос. Ну, когда ребят сделают перевод, это крайне представление у многих университетов, я знаю, редактируют ли преподаватели этот перевод? Если перевод плохой, как бы, не пропускается, то, значит, в общем, вот вопрос оценки качества, как преподаватели опасаются, чтобы очень много редактировать за студентом? Нет, ну... Ну, во-первых, любой перевод и любой запас, он должен проходить этап редактирования. Начнем с того. Поэтому в данном случае я не вижу проблем, почему руководитель не может выполнять эту функцию. Да. Но у нас предусмотрены экспертные оценки. Это, да, это отражено в положении, да, если у нас речь идет о ЛКР, то есть вот у нас как раз со школы дидактических переводов выступала в качестве экспертов. Они были эксперты, которые подтвердили в данном случае, что в качестве данных работ одно из лучших. Ну, нет, это было после. Это мы должны признать, что это было подло. После, но речь идет о том, что ведь, когда идет оценка, когда идет подготовка рецензии, отзывов на работу, то всегда подпишут эксперты. То есть вот в данном случае эксперты тоже выступают в качестве таковых. Да, да. Ну, естественно, то есть они оценивают, говорят о полноте и качестве тех или иных работ. Если возникают какие-то вопросы, то мы, естественно, заложили в положение возможность поиска сторонних экспертов. То есть мы как бы попытались вот эту проблему достаточно комплексно решить, но я не вижу, честно говоря, такого большого противоречия, потому что если ГОСТ пишет, что любой заказ переводческий должны выполнять как минимум два исполнителя, то есть один переводчик, второй редактор, почему руководитель, да, не может выступать в качестве редактора. Нет, то, что может, я не скажу, что в разных рынках это тема понимания, и руководители опасаются, что они будут очень много реактивных, если объем работы вырастает в разных рынках, и что останется с физического перевода, говорят, нет. Ну, это, знаете, это можно говорить то же самое и о традиционных работах, потому что аж чем занимается научный руководитель, когда он выпускает работы по первому типу. Это та же самая ситуация. Да. А, если мы с вами еще продолжим, я думаю, есть вопросы, спасибо. Хорошо, спасибо. Уважаемые, во-первых, конечно, гости. Да, 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 да. Ничего не убирать. У нас еще там дистанционные документы. Я хочу сказать, что это не убирать, ничего. Надо просто закрыть, вот у кого ключ. Просто реберок, с вами. Большое всем спасибо за участие в этом работе. Мы возвращаемся снова. У нас будут секционные документы. Мы видели все программы. И у нас там есть дистанционные документы, которые мы будем делать из Иваново. Поэтому мы вас ждем и продолжим. Сейчас можно немножко отдохнуть. И, уважаемые, уважаемые, я-то и вас. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok